Добрый день, друзья, все, кто слушает, все, кто присоединился. Я, к сожалению, должен начать конференцию с неприятной новости. Умер мой отец, академик Воробьев Андрей Иванович. Ухранение Российской Федерации, директор гематологического центра, который фактически он создал из Института гематологии и переливания крови, куда он пришел директорствовать еще в середине 80-х годов. Он достаточно известный ученый, известный врач. Наверное, без ложной скромности я могу сказать, что это один из самых известных врачей в стране. И он сделал очень многое для гематологии, начиная с того, что схема кроветворения, которой мы все пользуемся, современная, это его схема, различные там опухолевая прогрессия, теория пластов кроветворения, это все имело абсолютно прикладное значение, то есть это были не теоретические какие-то рассуждения, а это имело значение для выбора терапии у определенных категорий больных с опухолями крови. Он первый начал лечить остролейкозы в стране детские, еще будучи руководителем клинического отдела 6-й больницы, Институте биофизики, это одно и то же, ныне это клиника Бурназяна, ФМБА. Там же была разработана схема биологической дозиметрии, когда дозу, полученную у человека, можно определить по изменениям в кариотипе лимфоцитов, потом еще появилась спин электронов в эмали зубов, тоже позволяет четко определить, сколько человек получил, какую дозу облучения, ну и так далее. Это все тоже сработало во время Чернобыля, во время Чернобыльской аварии, когда мы могли с помощью этих методик сказать, облучены люди, не облучены люди, есть в них лучевая болезнь, или они просто получили лучевую нагрузку, которая, в принципе, как показала дальнейшая вся жизнь, большими ужасами не обладают. В общем, ни к чему плохому эта лучевая нагрузка не привела в опуляционном плане. Очень много он занимался вопросами кардиологии, болями в области сердца. Наверное, многие видели эту книжку «Кардиология», она с 1973 года выходила массовыми тиражами многократно. Последние там раза два или три уже я присоединялся к ней, потому что я с первых дней, в общем-то, участвовал. Но я еще был даже, по-моему, школьником, когда она первый раз списалась. Тем не менее, в силу семейных обстоятельств я, конечно, принимал какое-то участие, может быть, даже не всегда понимая, насколько это правильные вещи. И очень большое направление работ, связанное с синдромом ДВС, о котором мы сегодня будем говорить, мы работали вот из таких, наверное, наиболее ярких работ. Это была работа в Армении после землетрясения, когда нам удалось показать совершенно фантастические результаты терапии, связанные с применением гепарина, свежезамороженной плазмы, плазма фереза, когда наша бригада на группе более чем в 300 человек никого не ампутировала, ни одной конечности не ампутировала, в 10 раз сократила количество острых почвенных недостаточностей и так далее, и так далее. То есть мы тогда впервые, наверное, в таком массовом масштабе столкнулись с эффективностью этой многокомпонентной терапии. И потом уже по возвращению в Москву, ну Андрей Иванович координировал это сидя здесь в Москве, всю нашу деятельность, а бригада гематологического центра работала там. И по возвращению была организована выездная бригада для лечения в Москве и Московской области кровотечений, в частности кровотечений в родах, вообще тяжелых ДВС-синдромов с применением плазма фереза. Мы создали специальную центрифугу для возможности перевозить эту центрифугу, потому что обычно использовались тяжелые такие рефрижератные центрифуги, 300-килограммовые, а после этого мы стали использовать легкие центрифуги, которые можно перевозить. Ну и, наверное, из таких вот достижений уже нулевых годов, это лечение лимфом, лимфосарком, где была получена эффективность выздоровления 80-90%. Ну, например, при лимфогранулематозе 80-90% полного выздоровления при очень коротком курсе терапии. Если раньше когда-то, когда это все начиналось, эта терапия занимала 5 лет непрерывного лечения, то сейчас это занимает несколько месяцев, и человек полностью выздоравливает. Ну, это, наверное, вот из таких вещей, как лечение гепатита С сегодня, да, когда вы дали курс терапии, и больной полностью выздоравливает от гепатита С. То же самое вот группа под руководством отца сделала в гемцентре по лечению лимфопролиферативных заболеваний. Кстати, в руках у него атлас по лимфатическим опухолям, который мы сделали и сдали у нас с группой его сотрудников под его редакцией. Завтра будет прощание с ним в Кунстской больнице, в морге Кунстской больницы в 11 часов. Он долго болел, больше 10 лет прошло после первого инсульта, второй инсульт. Перед этим задолго до этого были коронарные проблемы. Вот, поэтому там в некоторых газетах появилось, что он неизвестно, от чего умер. Мы все прекрасно понимаем, от чего он умер. 90, почти 92 года, 10 лет борьбы с тяжелейшими заболеваниями. Многие годы он был абсолютно ментально здоров. Последняя, наверное, работа, которую мы с ним... Точнее, ну это он написал, я-то так... Я все больше приписывался, как вы понимаете. Это была работа по... Назывался она «Дорога». Такая несколько своеобразная была работа по обоснованию необходимости прокладки северного широтного маршрута для того, чтобы сократить движение от Японии до Германии. Ну так это образно у него выглядело. Там было много всяких научных находок. Это было опубликовано в академическом журнале. То есть это достаточно серьезная работа. Это не то, что там человек в газете написал, что надо бы. Там были струнные железные дороги и энергетические все вопросы, вопросы жизнеобеспечения в северных широтах. Совместно с детальзоном такой есть, академик из Красноярска. Вот мы на троих такую работу. Мы ее примерно год писали, делали. И где-то через год она вот вышла в академическом, по-моему, вестник Академии наук он называется. То есть Андрей Иванович до последнего, до второго инсульта, он был вполне такой адекватный, я бы сказал. Ну и, наверное, многие знают о его правозащитной деятельности, если так ее в общем виде назвать. Это связано было и с борьбой против сталинизма, это было связано и с защитой различных врачей, в частности, Миссюриной. Наверное, все помнят это дело, где отец принял участие, которое, в общем-то, стало для него роковым, на мой взгляд. Это и борьба против смертной казни, и против жестоких наказаний по статьям о наркомании. Это и попытки, еще когда он был министром здравоохранения, в 91-92 году, перевести, передать медицинскую службу СИЗО и тюрем под Минздрав. Ему тогда это не удалось сделать, и единственное, что мы сделали уже спустя многие годы, когда мы начали заниматься вопросами лицензирования, то мне удалось ввести медицинские организации в тюрьмах под действие обычных медицинских лицензий. И впервые, я потом ездил по тюрьмам тоже, спрашивал, они говорят, впервые нам дали какое-то оборудование, потому что стали приходить и спрашивать, а чем вы лечите, а как вы диагностируете. А у них стоит оборудование там 40-х годов, культуренгенаппарат, трехногий, там, колченогий. Вот, то есть, ну, хоть какое-то было проведено действие в сфере вот такой, тоже гуманизации этого мало обсуждаемого в обществе сектора. Вот, поэтому я хочу попросить вас о минуте молчания в память об отце. Спасибо. Ну, мы сегодняшнее заседание, собственно, нам так в память о нем и будем проводить, потому что он долгое время был председателем Московского терапевтического общества, один, по-моему, из самых длинных председателей общества. Вот. Ну, а начнем мы с докладов. У нас сегодня будут некоторые перестановки, если то, что вы видели вначале на наших там сообщениях, то мы переставили, в частности, мы убрали я его включил в свой доклад. Вот. Поэтому мы начнем сегодня вот с введения больных с гриппом ОРВИ, период пандемии COVID-19. Пока, Леонид Пшениченко. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. С сожалению, действительно, начинаете сегодняшнее заседание на такой грустной ноте и мои искренние соболезнования семье великого академика Воробьева. Я тоже читала монографии, книги. Это действительно глыба нашего советского и российского здравоохранения, которое может являться примером не только для уже известных и опытных специалистов, но также и для молодых, только начинающих свой путь в медицину, как можно служить без остатка самого себя и отдаваться профессии и еще воспитать целую плеяду учеников и продолжить династию очень славных врачей, специалистов с большой буквы. Ну, а теперь переходим к моей теме. Теме ведения больных с гриппом РВИ в период пандемии COVID-19. Да, сейчас нужно уже говорить о кишечных инфекциях, а мы все продолжаем, продолжаем говорить о гриппе РВИ, хотя и пить сезон по гриппу, сами понимаете, по идее ДПРВИ должен будет давно закончиться, но этот год поменялся все существующее представление вообще о том, что такое респиратурные инфекции, как к ним серьезно нужно относиться. Но начать ведение пациентов с гриппу РВИ, я хочу сказать о проблемах профилактики этой инфекции. Да, их нужно профилактировать, но, к сожалению, эффективность вакцинации, и Павел Андреевич об этом говорит на своих заседаниях неоднократно, она оставляет желать лучшего. По данным Центра контроля за заболеваниями США, видно, что эффективность составляет разные годы, даже где-то от 20 до 50 процентов, в некоторые годы она снижается еще в большей степени по другим странам. И я обвела кружочек тем как раз-таки период до времени, опять же, те эпидезоны, когда среди циркулирующих штаммов вируса превалировал вирус H3,2, что еще в большей степени снижало эффективность вакцинационной кампании. Поэтому, если мы будем знать, что в этом эпидезоне придет вирус H3,2, то нужно готовиться к таким вот проблемам. Но, тем не менее, все равно население мы должны вакцинировать и должны вакцинировать четырехвалентными вакцинами, если такие будут доступны в полном объеме на нашем форматке, это наши втечественные вакцины, для того, чтобы снизить вероятность микс инфекции с COVID-19, потому что, вы знаете, что многие патогенетические подходы к терапии, они серьезно различаются. Ну, а почему происходит такая проблема с вакцинацией от гриппа? Как известно, все-таки иммунитет при гриппе бывает, но он очень узкий, очень узкий, штаммоспецифический, а в течение некоторого промежутка времени где-то это колеблется в зависимости от того, какой грипп перенес пациент, это от трех до шести лет, формируется такой постгриппозный иммунитет, он непродолжительный, но тем не менее, он существует. И связано это с тем, что заболевание гриппом индуцирует у людей выработку широкого спектра кроссреактивных и протективных антител против нераминидаза, вирусы, вовлечения в процесс Б-клиток памяти, а вакцины же ориентированы на выработку антител гемоглютининов вирусы, поэтому, конечно, иммунитет после вакцинации крайне непродолжительный. Естественно, сейчас мировое сообщество работает над уже универсальными вакцинами, может быть, к менее вариативным вариантам вируса, именно, точнее, компонентам его генетических структур. И в скором времени мы дождемся, я надеюсь, универсальной вакцины, которая будет эффективна против всех штаммов вируса гриппа. Но пока то, что мы имеем, оно, конечно, требует и очень напряженной именно работы специалистов в отношении лечения пациентов с гриппом. Ну и не говоря уже двое, которых вакцин пока что нет. Вот опять же хочу привести пример на основании этого слайда. Автор выявляется Дэвид Фисман, который приводил этот слайд два года назад на Европейском Конгрессе по клинической микробиологии инфекционных заболеваниям в 2018 году. Видите, все случаи смерти у взрослых, опять же, в Соединенных Штатах Америки, они возрастают в зимнее время года. Хотя, когда вышли оттуда случаи смерти от внимания и гриппа у взрослых, то казалось, что именно они составляют максимальную амплитуду вот этих волн смерти. И несмотря на то, что вакцинационная кампания, как и связанная с вакцинацией гриппа и пневмокок инфекции в США в значительной степени развита уже давно, видите, начинали они с 15-20% и сейчас и в дальнейшем где-то уровень 60-70%, все равно в настоящий момент можно сказать, что предел совершенств достигнут. Все равно, несмотря на высокий уровень вакцинации, это никак в последние годы не повлияло на рост случаев смерти от гриппа и пневмонии именно в зимний период года. и то, что мы видим в настоящее время, ну просто очень сильно как бы сейчас на этот момент связанных с COVID-19 акцентировано внимание всего мирового сообщества, в том числе и Россия, но тем не менее каждый год, особенно в зимний период времени, люди, к сожалению, умирали от гриппа и от урвы, опять же, связанных с этими инфекциями осложнений и с развитием РДС-синдрома и поствирусной пневмонии, но тем не менее в условиях пандемии COVID-19 Семерная организация здравоохранения рекомендует более широко оплатить население вакцинации от гриппа, расширить показания к вакцинации от пневмококовой инфекции, чтобы все-таки как-то попытаться снизить бремя для бы этих заболеваний. Ну мы должны ориентироваться, конечно, на терапию наших пациентов и сразу хочу обратить ваше внимание, что те иммуномодуляторы, которые достаточно широко в последнее время использовались для терапии этих заболеваний, они обладают опосредованным противовирусным действием, направленным на стимуляцию факторов рожденного иммунитета, в частности синтезу, например, интерферонов различных типов, активацию макрофагов. И зная сейчас патогенез COVID-19, хочу вас предостеречь от назначения иммуномодуляторов, потому что прямо противоположно идут сейчас назначения пациентов со средним тяжелым тяжелым течением COVID-19 направленных наоборот на иммуносупрессию. Вы знаете, вчера очень широко анонсировалась прессия, опять же, в кавычках открытия британских медиков по поводу дексамитокзона, которые давно использовали во всех странах при лечении тяжелых форм COVID-19 наряду с другими стероидными препаратами, но вот так получилось, кача, опять же, я была с военными медиками Бергама в марте месяце, и они также точно использовали наряду с пенезолоном и гидрокортизон, и гексамиктазон, и, да, отмечали, что препараты, в принципе, оказывают позитивное влияние, то же самое потом начали говорить наши российские специалисты, но все хорошо в меру. А вот я хочу обратить ваше внимание на противовирусные препараты с прямым противовирусным действием, потому что, опять же, сейчас, когда мы не знаем на старте инфекции все-таки каким конкретно вирусом обусловлены те или иные респираторные проявления у наших пациентов, мы должны ориентироваться именно на эти препараты, но не все они обладают широким спектром действия, вы прекрасно знаете, что ингибиторы нераминидаза с витамирзаномивир действует только на вирусы гриппа. Балаксавир, он появится скоро на нашем фармрынке, но тоже разработан чисто для терапии гриппа, являясь зависимым ингибитором эндонуклеаза вируса гриппа. Павипировир, который сейчас начали использовать для терапии COVID-19, раньше, несколько лет назад был зарегистрирован в Японии для терапии гриппа, но так и не был зарегистрирован в США, потому что был обнаружен утерактогенный эффект. Мы посмотрим, как он будет работать и на COVID-19, и, возможно, будут использовать и при гриппозной инфекции. Мифенавир – препарат универсального действия, потому что на грипп он действует как ингибитор гемоглютинина, не на вируса, а на остальные респираторные вирусы, как ингибитор фузии. И не сами айдит, обладая теми же свойствами мифенавира, а именно являясь ингибитором гемоглютинина вируса гриппа и ингибитором фузии, то есть блокируя слияние вируса с той клеткой, которую он собирается инфицировать в последующем там размножаться, обладает еще незаменимым терапией COVID-19 противовоспалительным действием. И, как показывает публикация последних лет, то это действие является даже очень целесообразным при терапии тяжелой формы устродиспиратурных вирусных инфекций другой теологии и гриппа в том числе. И ремилавир, ингибитор синтеза рынка вируса в репликации геномных фрагментов. Но в настоящий момент я не обладаю информацией по поводу терапии в отношении COVID-19, хотя вот есть публикация другой эффективности при РВИ и гриппе. Еще какие-то, вот я хочу сейчас привести некоторые моменты патогенеза, гриппа, РВИ и параллели с патогенезом COVID-19. В последнее время опять же появились публикации о том, что вирусы гриппа некоторых РВИ активируют индукцию синтеза интерферона. Какие это вирусы? Прежде всего, это вирусы гриппа, парагриппа, ариновирусы. Они являются действительно мощными генераторами свободных радикалов, индукторами синтеза интерферона. Аденовирусы наоборот ингибируют синтез интерферона. Поэтому, если мы точно верим, что у наших пациентов аденовирусная инфекция, можно назначать ему индукторы синтеза интерферона. Если же нет, опять же, пока что настоящий момент, когда мы еще много не знаем о опять же, патогенезе COVID-19, и мы не знаем, опять же, какая теология заболевания у наших пациентов, лучше воздержаться. Диспиратурно-сенситиарные вирусы вообще резистентны к действиям интерферона альфа. Опять же, если речь идет об этой инфекции, возможно, тоже целесаннообразно назначить индукторы синтеза интерферона. Ну, возвращаясь, опять же, почему я хочу вас предостеречь сейчас в отношении индуктора интерферона. Известно, что интерферон альфа подталкивает инфицированную клетку к апоптозу. Но это имеет смысл только первые три дня заболевания. Когда инфицированных клеток мало, это действительно актуально. То есть, если назначать эти препараты буквально в конце инкубационного периода или в самые первые часы, когда развивается инфекция, смысл имеет. Дальше уже срабатывают собственно организм и его иммунный ответ и запускается выработка уже эндогенного интерферона. И вот, когда инфицированных клеток много, то под действием интерферона альфа может возникнуть уже некроз множества клеток и в итоге мы можем иметь дело с развитием некротического пневмония. Конечно, я очень сильно аутрирую ситуацию. Возможно, этого не произойдет, но опять же, я повторюсь, потому что мы еще не все не знаем о патогенезе COVID-19. Лучше пока немножко повременить. Вот еще один момент. Дудок интерферона первого типа, но это именно при гриппе установлено, увеличивает предосположенность вторичной пневмонии через негативную регуляцию Т клеток. это связано с тем, что при гриппе не идет переключение синтезоэнтерферона первого типа на интерферон второго типа, коем является интерферон гамма, и в дальнейшем уже не идет такой, которая необходима активация Т клеток, Б клеток и формирование такого уже полноценного комплексного иммунного ответа. Ну а теперь мы переключаемся к патогенезу COVID-19. Да, опять же, при легком течении заболевания, точнее, при легком старте, при асимптомно-легко-симптоматической форме, тогда пациент еще и особенно не обеспокоен своим самочувствием, в организме уже у него повышается синтез интерферона первого типа, а также уже отмечается рост самого мощного провоспалительного цитокина интерлекина шестого типа. Уже в следующей тромбофилической стадии, когда уже начинают вкладывать свой опять же вес в патогенез COVID-19 CD4-лимфоциты, отмечается рост Д-димера, который в дальнейшем и приводит к тем тромбофилическим тромбозам, которые отмечаются у пациентов с COVID-19, регистрируется рост ферритин. И дальше уже эстафеты передаются макрофагам, которые активируются вплоть до синдрома макрофагального ответа. Это уже когда ранняя пульмонарная фаза переходит к позднюю, отмечается уже не избыточный синтез интерферона первого типа, а как раз-таки большое количество интерлекина шестого, додимера, ферритина. И, конечно, уже в этой фазе помочь пациенту с использованием патерривирусных препаратов в общем-то не получится. И поэтому, когда сейчас говорят, что тут не работают, и тот же гидроксиклорохин, потому что уже в этой стадии уже нужны совершенно которые блокируют опять же вот этот синдром стокинового шторма. И вот еще одна параллель опять же с угнетением, истощением теклеток больных с COVID-19. Помните, то, что я говорила при гриппе, что идет негативная регуляция теклеток, то же самое отмечается и при COVID-19, идет истощение теклеточного ответа. И параллельно с этим, чем меньше теклеток, тем больше концентрация интерлекина шестого крови, а также других провоспалительных цитокинов. В особенности это отмечается у лиц пожилого возраста. Период выздоровления отмечается обратно, динамика увеличивается количество теклеток и снижается уровень провоспалительных цитокинов. И вот еще одна публикация, правда, она появилась недавно, но еще не прошла, полное рецензирование, но тем не менее на нее стоит обратить внимание. Здесь авторы сообщают, что рецептор к новому коронавирусу, именно ангензин, ангензин, конвертирующий фермент, термоги, появляется стимулированным интерфероном гена, ретальных и это дыхательных путей. То есть, опять же, здесь свою контрибуцию вносит интерферон. Правда, авторы не сообщают, к какому типу он относится. Поэтому, означая терапию нашим пациентам с неустановленной еще этиологией респираторной инфекции, с поражением верхних дыхательных путей, нужно иметь в виду все вот эти вот компоненты. Поэтому не зря еще, практически уже два месяца назад, в Минздравом РФ были выпущены временные методические рекомендации, посвященные лекарственной терапии УРВИ в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19, где указываются препараты прямого противовирусного действия, обладающие опять же универсальным действием, как их можно использовать, как и при гриппе, так и урвы, при легком и среднем тяжелом течении заболевания, то есть при неосложненных формах, наряду с топическими интерферонами. Опять, здесь же фигурируют и мифеновиры, и не сами одеты, и миловиры. Я хочу обратить ваше внимание, они не сами одеты, ввиду опять же вот таких комбинированных свойств. Препарат включен в группу опять же лекарственных средств с прямым противовирусным действием для лечения гриппа под коммерческим названием набазит, и его применение показано и обосновано на этапе терапии урвы и гриппа до подтверждения диагноза COVID-19, потому что опять же он является как я уже напомню вам опять ингибитором гемоглютинина вируса гриппа и ингибитором ПУЗИ, то есть это такой универсальный механизм противодействия респираторным вирусам в момент внедрения их в клетку, и также является мощным ингибитором синтеза фактора микроза опухоли альфа и других провоспалительных цитокинов, включен препарат классификацию ВОСК как раз прямым противовирусным действием, и проходил неоднократное исследование еще несколько лет назад в Соединенных Штатах Америки, где было доказано именно вот этот механизм действия, о котором я говорила в отношении вируса гриппа, проводились его исследования в более поздний период времени, как за рубежом, так и в нашей стране, в частности, исследования 19-го года группа пациентов с рубой и гриппом, одна из которых получала не сами и другая, только патогенетическую терапию, также продемонстрировало более быстрое исчезновение как общих, так и местных проявлений респираторных симптомов, так и лихорадки, интоксикацию пациентов, получавших набозит, так и самое главное, почему я говорю о противовирусных свойствах этого препарата, также значительно меньше процентов случаев пациентам на 4-й день заболевания тесты оболочки носоглотки удалось выделить вирус методом полимеразоцепной реакции. Перед этим исследования в 2015-м году проводились с Исаковым соавтором, которые тоже продемонстрировали противовирусный эффект, потому что на 3-й день болезни у пациента, получавших набозит, в 3 раза меньше удавалось выделить вирусный антиген из носовых смывов. Это приводило к профилактическому эффекту, потому что этот пациент уже не мог заражать так активно окружающих, как и группе сравнений. И вот новые данные, которые появились в отношении доклинических исследований эффективности этого препарата при COVID-19. Определена его активность в отношении комплекса РНК полимераза коронавируса нового типа. Настоящее время они сами не включены в ВОЗ перечень препаратов кандидата для борьбы с новым коронавирусом и представляется перспективно для лечения пациентов с COVID-19. И все это опять же согласуется с тем, что уже несколько лет говорят у нас и наши и зарубежные коллеги, что необходимость существует необходимость поиска иммуномоделирующих препаратов, способность уменьшить воспалительно ассоциированное повреждение дыхательных путей и оптик, наблюдая в течение гриппа РУИ. То есть об этом говорили и раньше. Еще до COVID-19. И даже я сейчас привожу вот эти буквально уже выдержки из обзора опубликованного по этой теме еще в 2015 году. Естественно, эти препараты должны оцениваться в сочетании с противовирусными свойствами или дополнительно назначаемыми противовирусными препаратами, которые контролируют репликацию распространения вируса. То есть препарат должен обладать или это комплекс препаратов одновременно противовирусными свойствами и мягким противовоспалительным эффектом, который не способствует на свою очередь наоборот повышенной репликации вируса. То же самое было включено в последующую глобальную стратегию ВОЗ, начиная с 2019 по 30 годы, которая призывала к разработке специалиста противовирусных препаратов, новых модуляторов ответа хозяина, как раз таки ориентируясь вот именно на данные вот этого обзора и подобных публикаций, то есть направленных на подавление избыточной выработки провоспалительных цитокинов, ну и также разработку широко реактивных моноклональных антитет. И опять же параллель с COVID-19 и опять же средне-тяжелым тяжелым течением гриппа. Необходима профилактика и снижение выраженности цитокинового шторма, который в легких случаях можно достичь с помощью ПВС, конечно, сейчас в основном используют парацетамол при легком течении COVID-19, стероиды, и это опять же известно давно, при средне-тяжелом течении COVID-19, сейчас также их иногда используют при тяжелом течении гриппа, и также опять же речь идет об ингибиторах антиликина-6, рецепторах антиликина-6, ингибиторах янускина, то есть тех препаратов, которые широко раньше использовались при терапии ремотоидного актрита и ему подобных заболеваний. И в данном контексте противовоспалительные эффекты не сами направлены направлены на стабилизацию клеточных изосомальных мембран, снижение проницаемости сосудов микросоткуратурного русла, расслабление сосудистых воспалительных реакций, торможение дегрануляции базофилов, нормализация уровня простаглодина и параллельно с этим отсутствие данных на ошении угнетения костно-мозгового кроветворения является как никогда актуальным и буквально своевременным на злобу дня в отношении противодействия к COVID-19 и другим респираторным вирусам, потому что всегда назначают ПВС, мы боимся их отрицательного воздействия на костно-мозговое кровотворение, что не наблюдается при назначении набазита и одновременно с этим по выраженности противовоспалительного жаропонижающего эффекта целый ряд исследований говорит о том, что он превысходит салицилатой. Конечно, нужны российские независимые исследования, направленные на оценку эффективности не сами и деда в ранние сроки заболевания, как в отношении противовирусного противовоспалительного действия при COVID-19 и насколько располагаю информацию, эти исследования сейчас уже запущены и в акцию проводятся. Ну, а в дополнение к этому я хочу сказать, что те простые профилактические мероприятия, о которых помнили наши коллеги еще с советского времени в принципе сейчас тоже актуальны и они были включены в профилактические мероприятия при терапии COVID-19 вот протокол введения пациентам с COVID-19 медицинская школа в восточном режиме США, они не навредят это уж точно нашим пациентам, которые, я думаю, можно дополнительно назначать, как и при руи и гриппе, так и при COVID-19, витамин С, кверцетин, и цинк, и мелатонин, или витамин D, и мелатонин, не хочу сказать, что в основном наблюдаются задыхательные расстройства в ночное время и как раз-таки летальные сходы регистрируются в основном ночью, поэтому мелатонин нормализует этот цикл день-ночь и будет полезен нашим пациентам, особенно уже солидного возраста. Почему витамин, почему цинк? Эксперименты еще ранее показали, что цинк обладает противовирусной активностью за счет ингибирования РНК полимеразы коронавируса, который вызывал еще SARS, первый SARS еще в 2003 году. Посленные данные также указывают, что цинк может снижать активность ангентинзин, коронектирующего фермента второго типа, поэтому хуже совершенно не будет. Почему витамин С действительно новая, хорошо забытая, старая? В 2019 году была опубликована статья в общем-то в испытательном журнале Американской ассоциации анестезиологов о положительном влиянии инфузии витамина АЦ на дисфункцию органов и биомракюре воспаления приждения сосудов пациентов сепсисом РДС. Внутривенно его вводили, не перорально, и изменение по скале СОФа как раз-таки было у этих пациентов в двух группах практически одинаковое, но летальность в группе, которая получала витамин С, была значительно меньше. Ну, если пациентам было только конечным витамином назначать, чего не надо, но перорально, почему бы нет. Более ранние исследования продемонстрировали, что профилактический прием витамина С на 80-100% снижал риск развития пневмонии на фоне инфекции верхних дыхательных путей. В этой публикации включен обзор трех исследований с общим числом у пациентов около 800. Почему витамин D? Целый ряд публикаций свидетельствуют о его пользе для лечения COVID-19 профилактики цитокинового шторма. Показано, что у мигрантов из тропических стран, которые живут с северных широт, у них смуглая черная кожа, которая не пропускает достаточное количество ультрафиолетового цвета, более низкий уровень метабритамина D. Если вы посмотрите публикации, даже в средствах массовой информации, которые говорят о том, что эти мигранты, где национальное меньшинство, и в США, и в Британии, они значительно более тяжелее бореют COVID-19. Поэтому тоже стоит обратить на эти назначения внимание. Почему кверцетин? Да, это природный антиоксидант, это пиляропротектор с группой флавониды. Предполагается, что кверцетин снижает взаимодействие вируса у проникновения через рецепторы конген-дизин, конвертирующие ферменты второго типа, а также нарушает другие ферменты системы и вируса. То есть такими, можно сказать, полународными средствами можно также достичь более благоприятных результатов при терапии наших пациентов. И специфическая профилактика гриппа РВИ тоже, опять же, это новая, хорошо забитая, старая. Я уже давно-давно привожу этот слайд и говорю, опять же, используйте маски, если вы заболели. Ну, в период эпидемии нужно надевать маски и здорово, потому что они все больные, сознательные. Опять же, обрабатывайте руки антисептиком, мультируем, или, я думаю, наконец-таки сейчас наше население наконец-таки научится это делать. Также можно, ну, не до фанатизма заниматься, профилактика, именно промывая носоглотку, то есть механически вымывать вирус, ну, естественно, нам надо к тому относиться, опять же, без фанатизма, чтобы не уничтожить ту микробиоту, которая как раз-таки сформирована в этой оболочке дыхательных путей. Повышение общей неспецифической резистентности организма, как раз-таки вот эта благоприятная, благодатная ниша для тех иммуномодуляторов, которые можно использовать для профилактики. Повышение местной неспецифической резистентности организма, те же топические интерфероны. Давно была опубликована статья, еще в 1986 году очень известным ученым, именно вирусологом в отношении респиратурных инфекций Фредеригом Гайдином о том, что эффективность постконтактной профилактики топическими интерферонами находится на уровне 40%. Более поздние публикации касались сезона профилактики топическими интерферонами, продемонстрировали, что она может достигать 80%. Вот здесь это очень было бы полезно, опять же, топические интерфероны включены и наши российские рекомендации по терапии COVID-19. Уважаемые коллеги, самое главное, будьте здоровы вы, потому что вы стражи здоровья нации, если вы не будете в форме, то, естественно, и все наши россияне тоже из-за этого пострадают. Будьте здоровы и вам успехов в работе. Спасибо. Спасибо вам за внимание большое. Да, тут вопросы. Ваши отношения к заместительной терапии интерферонами? Ну, опять же, про интерфероны я много говорила, ситуация такая, что сейчас в острый период любых вирусных инфекций мы должны от них сдержаться. Заместительная терапия интерферонами, она может быть неплоха где-то после 10-14 дня болезни. По сути дела, это действительно заместительная терапия уже, это не терапия в острую фазу болезни. В этот период уже организм, организм, в принципе, исчерпал все свои защитные силы. Вот на том этапе, на этапе как бы долечивания, да, их рассматривать можно, так же, как и системные моноглобулины. Я имею в виду, что как раз-таки сейчас стоит от них воздержаться в острый период болезни. этапические этапические интерфероны, потому что, опять же, интерфероны, они должны в первую очередь отражать вирусы респираторные, когда они попадают на соглотки. Естественно, они должны использоваться, и тоже китайские еще специалисты говорили о том, что, да, есть в них смысл, и они включены во все их рекомендации. То есть этапические интерфероны, да, от системных интерферонов первые 10-14 дней я бы рекомендовала воздержаться, дальше рассмотреть назначение на этапе долечивания. У аннотации каннабазита указано лечение, а рекомендаций для профилактики нет. Есть экспериментальная работа на правлении профилактики? Да, 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 я не говорила в отношении профилактики к каннабазитам ничего, действительно, этих рекомендаций нет, пока что нет, исследования проводятся, ну, посмотрим. Хорошо. Спасибо. Большое, тогда я, с вашего позволения, перейду к своему докладу. У меня он звучит как что я должен повторить? А? Подключиться мне, да? У меня он звучит, да, вы выключайте вещание просто. Инфекция ковид вчера, сегодня, завтра. Доклад будет посвящен рекомендации Московского городского научного общества терапевтов. Ну, и, собственно говоря, так, что-то он у меня как-то не переключается. Стрелочками, а, этими не переключается. Хорошо. Значит, будет определенный конфликт интересов, поскольку доклад поддерживает компания Промицес и Альфа Сигма, я просто об этом сообщаю. Что произошло за последние недели в нашем, так сказать, в нашем секторе? Во-первых, отменили локдаун в России, наверное, самая большая проблема, с которой мы сталкивались, мы все время против этого выступали, говорили, что нельзя этого делать, нельзя держать людей в клетках маленьких квартир. Наконец, это было услышано и очень быстро это было отменено. Сейчас уже прошло, в общем, две недели с момента, как люди свободно гуляют по городу. Ну, мы говорим в первую очередь про Москву, естественно, в других регионах там по-другому, и мы пока не видим никакой новой вспышки, мы не видим никакого прироста заболеваний. Причем, я хочу сказать, что если бы только статистика была, это один разговор, но сейчас в интернете, вы сами понимаете, все отслеживают, все следят, не дай бог сейчас что-то поднимется, какое-то количество больных увеличится, мы бы об этом сразу услышали, этого не происходит. Буквально недавно ВОЗ вдруг объявил о том, что пандемии, собственно говоря, и не было. Вообще, о чем они думали раньше, когда объявляли пандемию, понять невозможно. Второе, что они сказали тоже внезапно, что бессимптомные пациенты не заразны. Нам все рассказывали, что больные за несколько дней до появления симптомов заразны, ВОЗ говорит, не заразны, ну, в общем, какая-то такая ВОЗная каша навозная жижа, извините, за каламбур, потому что все, что делает ВОЗ, уже вызывает какую-то оскомину и желание с ним разобраться каким-то другим способом. начались беспорядки в разных странах с насилием, о чем мы говорили с самого начала, когда обсуждали, что коронавирус это третья мировая информационная война, никакого прямого отношения к вирусной инфекции не имеющая, что это война, идущая через интернет с применением новых технологий информационного воздействия на людей. Ну, помельче, так сказать, не столь глобально. Вдруг ВОЗ узнала про эффективность глюкокортикостероидов при COVID-19 и даже всех поздравила. Ну, правда, я хочу заметить, что тут профессор Зайцев Андрей Алексеевич три недели назад нам рассказывал про эффективное лечение цитокинового шторма с помощью пульс-терапии, с помощью метилпреднизолона, ну, и вообще непонятно, с чего вдруг это стало какой-то новостью такой. Ну, вот, для ВОЗа это новость. К сожалению, вышли новые рекомендации Минздрава России по COVID-19, из которых вновь исчез ДВС-синдром. То есть, написано, что ДВС-синдром встречается в 0,6% случаев больных. Ну, мы сейчас с вами об этом поговорим. Это какая-то просто лысенковщина. Я другого термина придумать не могу. Это просто выходит за рамки каких-то приличий. При этом со всех сторон я слышу о том, что применяются наши технологии, внедряются в разных странах, входят в рекомендации различных государств. Ну, слава Богу, что это так. Появляется сообщение о проведении плазма ФРС в различных клиниках страны, и это, мне кажется, здорово. Хотя плазма ФРС связан с большими административными рисками, он плохо оплачивается по медицинскому страхованию, по каким-то критериям качества и так далее. То есть, это все, на самом деле, не так просто, как казалось. Вышел Атлас патологической анатомии COVID-19 под редакцию профессора Заратьянца. Это главный патонатом Москвы. Прекрасный Атлас, я с удовольствием его посмотрел, там все сплошной ДВС. Там просто ну, 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 открой глаза, посмотри и пойми, что это ДВС. Сочетание геморрагии и тромбозов повсеместное. Ну, еще вот одна новая тема. Для меня, я ее плохо понимаю, потому что я к коммунологии отношусь плохо и как-то не очень специалист в этом вопросе, но появилась информация о том, что существует некий второй антикоронавирусный иммунитет. То есть мы все время уповаем на антитела, вот будут антитела, вот повысятся антитела, а появляется сведение о том, что существует Т-клеточный иммунитет, который не хуже антительного Б-клеточного иммунитета, справляется с коронавирусом, и вполне вероятно, что и из-за этого люди не все заболевают. Ну, в общем, и те, кто переболел, главное, это у нас какая проблема, те, кто переболел коронавирусом, не имеют антител, или не все имеют антитела. Может быть, они реализовывают какую-то иную схему ответа, иммунного ответа на это воспаление, на эту инфекцию. Ну, мы все время говорили, много говорили о том, что будет волна различных заболеваний смертельных. К сожалению, в России у нас это так и не появилось, а во всем мире, вот данные по Соединенным Штатам, например, всплеск смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, кстати говоря, и от пневмонии тоже, вы видите, здесь вот четко совершенно рост пневмонии, диабет, главным образом, конечно, сердечно-сосудистая патология на фоне ковидной инфекции, да, потому что люди лишены медицинской помощи, не только у нас, но и в других странах, где так или иначе произошла эта истерическая история с ковидом. Почему мы взялись за проблему инфекции? этой, потому что, когда был грипп H1N1 10 лет назад, мы немножко проморгали, то есть мы получили эффект, хороший эффект, вот применение комплексной терапии ДВС-синдрома с применением гепаринов, плазмы и плазмофереза, снижение в 10 раз летальности, но на эту тему почему-то никто не написал работ, то есть так, как сейчас происходит, когда люди там на двух-трех случаях пишут уже статью, тогда это было все не принято, и в результате сейчас попытки найти научные работы, научные исследования по этой теме, они практически лишены. Смысл? Тогда же пытались мы написать клинические рекомендации, но был дикий конфликт с Минздравом, и ничего не получилось протолкнуть через Минздрав, только через газету, независимую газету, там опубликовали. Но главное, что мы тогда поняли и подтвердили, и всегда об этом решила, что все проявления тяжелых инфекций, неважно какие, респираторные это инфекции или какие-то другие, они стереотипны и реализуются через механизмы внутрисосудистых свертанных крови. Не так важен возбудитель, как важна реакция организма. А реакция организма всегда запускает ДВС-синдром. Когда появились первые сообщения о ковидной инфекции, еще в конце января, я впервые 25 января написал в социальных сетях о том, что будет ДВС-синдром у этих больных, что его надо лечить гепарином, плазмой, плазмоферезом. К сожалению, эта информация появилась в рекомендациях Минздрава спустя почти 4, ну, 3 месяца, 28 апреля, а сейчас, как я еще раз повторяю, она уже исчезла из этих рекомендаций. Вот. Оказалось, что есть группа российских реаниматологов, которые активно отрицают наличие ДВС-синдрома при респираторной инфекции и все время ссылаются на иностранных, не знают, которые просто не понимают вообще, о чем они говорят. При этом, надо сказать, что и в мире работа по плазмоферезу, ну, по гепарину, конечно, их много, довольно много больных, больниц применяют плазмоферезу России. Ну, и поэтому мы взяли на себя такую работу, вот, сделать такие рекомендации. Авторский коллектив довольно большой, вы видите, мы постепенно прирастаем с авторами, потому что многие люди думают так же, как и мы. Здесь вот уже неполный коллектив под редакцией моей, с вашего позволения, и Валерия Анатольевича Елакомова, это представитель школы Баркагана. Из Барнаула депутат Государственной Думы, профессор, заведующий капитал. Значит, чтобы было понятно, о чем мы говорим, почему мы так настаиваем на этом. ДВС-синдром или синдром Баркагана-Мочебели, как глупотея потребления, тромбо-геморрагический синдром, это старое название, но это не специфический общебиологический ответ на воспаление, на воздействие любых патогенов, будь то бактерии или вирусы, это ответ на повреждение и гибель клеток, на любую травму, иммунный процесс в виде распространенного образования тромбов в микроциркуляторном русле. И в меньшей степени в венах, артериях, полостях сердца с возможным развитием тромбоэмболических осложнений, венозного тромбоэмболизма, артериальных тромбозов и так далее. Изменение проницаемости сосудистой стенки для жидкости белков клеток крови. Это принципиальный вопрос. Кровь начинает не удерживаться в сосудах. Нарушение барьерной функции целостности слизистых оболочек. В первую очередь, это касается, конечно, желудочно-кишечного тракта, легочных путей, потому что здесь появляется вероятность развития кровотечения с одной стороны, а с другой стороны ворота для инфекции. Нарушение функции органов и тканей формированием моно- или полиорганной недостаточности. Появляются внутрисосудистые инфекционные процессы, как локальные, так и септические. Происходит централизация кровотока и гемодинамический шок. Ну и в тяжелых случаях развивается кровоизлияние в органы и ткани, кровоточивость по смешанному типу, он называется по Зеной Соломоновичу Баркогану гематомно-петахиальный, вплоть до тяжелого геморрагического синдрома. Так вот, эти вот анестезиологи и реаниматологи, они обсуждают только последнюю позицию кровотечения, а все, что остальное, для них это не ДВС-синдром, к сожалению, согласится с этим гемостезиологи не могут. Так, ну, что у нас происходит опять? А? Чего нужно? Пытаюсь ткнуть в экран. Ничего не происходит. Попробуем стрелочкой. Обычно иммуно-посредованные формы ДВС-синдрома протекают достаточно невыраженными, да, мы знаем антифосфолипидный синдром, мы знаем ДВС при волчанке, при гламироннефрите, при многих инфекциях. Как правило, в этих случаях имеется гиперкоагуляция без доповыраженной геморрагической составляющей. Как правило, нет потребления факторов свертывания, нет недостаточности функций органов. То есть, то, что мы видим сегодня при COVID-19 инфекции, это примерно соответствует тому, что обычно бывает при иммуно-посредственных формах. Но при COVID-19 инфекции, кстати, как и при гриппе усиливаются отрицательные явления, которые присущи этому цитокиновому шторму. Мы это назвали воспалительно-тромботическим торнадо. Появляются процессы свертывания, они вовлекают в себя все новые и новые органы и ткани, уже оторванные, необязательно совершенно связанные непосредственно с вирусным повреждением и даже с иммунным ответом. Просто, так сказать, повсеместно диссиминированно происходит развитие различных патологических процессов. Мы чуть позже этого коснемся. Ну, так, почему-то у меня здесь нету слайд без надписи, но неважно. Здесь, в данном случае, вы видите, это фактор Вилебранда, который, вот, окраска на факторе Вилебранда в эндотелии сосудов, его хорошо очень видно, это свидетельство того, что повреждается эндотелий сосудов, это является пусковым механизмом развития тромбозов. Ну, вот, я не пойму, тут какие-то почему-то картинки здесь не попали, но, в общем, неважно. Короче говоря, это здесь была представлена картинка с разрушением Альвел, которая специальным образом тоже окрашена, очень красиво выглядит. Так выглядит морфология того, что происходит, значит, вы видите здесь фибриновый эксудат внутри Альвел, эритроциты в просвете Альвел, то есть фактически кровоизлияние в процессе Альвела. Когда мы произносим слово РДС, то на самом деле это ничего не значит, потому что здесь никакой дыхательной поверхности просто не существует. И сколько вы не качаете аппаратом искусственной вентиляции легких таких пациентов, вы не получите никакого позитивного эффекта, потому что дышать им нечем. Нужно сначала развернуть вот эти тромбы, убрать эти тромбы из Альвеол, из поверхности, и только тогда можно что-то сделать с этими Альвеолярными поверхностями. Этот ДВС-синдром в виде торнадо это самоподдерживающий цикличный процесс, когда новые повреждения органов и тканей усугубляют патологические процессы свертывания крови. В норме система свертывания это такой баланс все время, она все время держит. Идет гиперкоагуляция и антикоагуляция. Они вот удерживают свертывание от того, чтобы кровь свернулась. Если у вас нарушается что-то, то все равно свертывание переходит с какого-то нормального уровня на другой, но оно снова балансирует на этом уровне. И вот наша задача, задача нашей терапии, почему мы говорим о комплексной терапии, перевести с одного уровня на нормальный уровень баланса, с тем, чтобы восстановить этот баланс в системе свертывания. Ну, рекомендации по ДВС-индроме простые, это ситуационная диагностика, то есть достаточно знать, что есть ДВС-индром, совершенно необязательно заниматься изысканной гемостазиологией, но в общем основной параметр это фибрин мономерный комплекс РФМК, свидетели перехода фибриногена в фибрин, менее значимы это дедимеры, ПДФ, число тромбоцитов, фрагментация ретроцитов и так далее. Ну, при ковидной инфекции описывают в основном дедимеры и РФМК, говорят о том, что число тромбоцитов редко снижается, редко снижается уровень антистромбина-3. Ну, а то, что используется сегодня, ЧТВ, про тромбиновое время, тромбоэластограмма, вообще не относится к методам диагностики ДВС-синдрома. Терапия ДВС-синдрома должна быть разной. Значит, мы сейчас при вирусной инфекции, я имею в виду, мы сейчас все обсуждаем только тяжелых больных, которые находятся на лечении с помощью ИВЛ, но на самом деле очень много больных, это легкие больные, это больные средне-тяжелые, которые часто находятся в домашних условиях, им тоже можно помогать, нужно помогать, и на сегодняшний день мы располагаем таким очень позитивным, я бы сказал, опытом. Значит, направление в данном случае это воздействие на ацетокиновый шторм, в частности, это может быть применение больших доз глюкортикостероидов, но дома этого не сделаешь, соответственно, применение плазмы фереза тоже не сделаешь, а вот воздействие на воспалительный тромботический торнадо, вообще предупреждение вот этой всей ситуации, это вполне по силам даже на амбулаторном этапе. Поэтому сегодня мы вот по-новому понимая всю ситуацию с ДВС-синдромом при вирусной инфекции, предлагаем как можно раньше начинать профилактическую терапию с применением антикоагулянтов, иногда даже антиагрегантов у больных с респираторной инфекцией. Причем мы же, в общем, привыкли к тому, что сегодня инсульт это результат инфекции, мы применяем при этом при тех же инсультов антиагрегантов, антикоагулянтов с профилактической позиции, поэтому ничего такого принципиально нового, непонятного, неизведанного мы не предлагаем, но мы напоминаем, что ежегодно респираторная инфекция уносит жизни миллионов пожилых, именно через механизмы ДВС-синдрома, и поэтому именно через микротромбозы, через инфаркты, инсульты, тромбоэмболии и так далее, именно поэтому всем больным нужно при наличии вирусной инфекции респираторной начинать профилактику антикоагулянтами, поэтому в общем-то нужно внести это в рекомендации по профилактике тромбоэмболизма и туда, и сюда, и понятно, что это делать целесообразно. Средне тяжелое течение заболевания обязательно назначение антикоагулянтов, тут уже никаких вопросов нет, и с этим сегодня согласны в общем-то большая часть специалиста. Если это больные получают терапию амбулаторно, то значит назначаются прямые оральные антикоагулянты, ну чаще так. Сегодня довольно большой выбор препаратов, мое предпочтение это прямые ингибиторы фактора 10А, потому что они не требуют никакого контроля, имеют хороший профиль безопасности. Вот, здесь мы совпадаем с американским госпиталем Горы Синай в Нью-Йорке, хотя это рекомендация для госпитальной терапии, но вы видите, что здесь вот тоже стоит апексабан или ревексабан и эноксапарин для лечения больных с относительно легким течением, ну мы его называем средне тяжелое течение ковидной инфекции. Сегодня в России используется конечно в первую очередь эноксапарин, хотя на мой взгляд это не совсем заслуженное место у него, потому что существуют препараты, у которых гораздо лучше степень очистки, более эффективная, чем эноксапарин, это например препарат порнопарин или флюксум или фраксипарин известный всем, да, вы видите, что здесь гораздо уже молекулярная масса, потому что эноксапарин она почти такая же, как у обычного гепарина. Чем уже молекулярная масса, вот этот показатель, да, тем препарат считается более эффективным, более очищенным, более хорошим. Ну, вот здесь данные по сравнительной эффективности энксапарина, эноксапарина, парнопарина, да, вот вы видите, что парнопарин более эффективен, чем два наиболее часто применяющихся низкомолекулярных гепарина. То же самое здесь с точки зрения кровотечения, да, он менее опасен с точки зрения, я имею в виду, парнопарин, чем эноксапарин и надропарин. То есть препарат, который не просто имеет право на жизнь, а должен использоваться, мне кажется, более широко, чем на сегодняшний день это есть. К сожалению, здесь не все зависит от качества препарата, очень много здесь всяких вопросов маркетинга, вопросов привычек врачебного сословия, поэтому это не такая простая задача развернуть в сторону нового препарата. Я хочу напомнить, что от гепарина на низкомолекулярные гепарины переход длился, наверное, не одно десятилетие. Поражение сердца, да, тоже такая отдельная тема, которая все время звучит, здесь и нарушение ритма, здесь и инфаркт миокарда и сердечная недостаточность, то, о чем мы немножко говорили, я имею в виду инфаркты миокарда и тромбоза. Ну вот, есть данные о том, что уже по Ухане это были данные о том, что острое повреждение миокарда происходит у больных при коронавирусной инфекции с повышением тропонина, и так далее. И есть данные по тому, как это лечится, в частности, среди всех, вот, вы видите здесь и плазма, и фильтрация крови, фильтрация, я так понимаю, что это плазма ФРС, профилактика венозной тромбоэмболии, обращаю внимание, что это конец февраля, то есть это уже назначение антикоагулянтов, ну и защита миокарда с помощью креатинфосфат натрия, тоже это такая терапия была прописана уже в китайских работах. Здесь данные по тому, что ниотон снижает летальность три раза пациент сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть препарат, в принципе, улучшает микроциркуляцию, стабилизирует мембрану кардиоцитов, вот, и в общем-то достаточно полезен с точки зрения применения при вот этой цитокиновой шторме и воспалительно-тромбоцитарном торнадо. В наших рекомендациях Федерации анестезиологов этот препарат тоже рекомендуется, здесь вот этот препарат прямо прописан как рекомендации для снижения вероятности развития различных сердечно-сосудистых событий. Ну, все вы знаете про гидрохлорохин азитромицин, это скандальная история, значит, вышла большая статья о том, что это, значит, вызывает большое количество смертей, повышение там чуть не в шесть раз, какие-то цифры, я уже даже не помню. или на проценты, на проценты, не в шесть раз, да, вот, но потом выяснилось, что фирма, которые, ну, люди, которые публиковали эту статью, не смогли предоставить первичный материал по огромному количеству пациентов, да, вот тут, видите, 14 тысяч, 80 тысяч, 96, если я правильно помню, у них было общее количество тысяч, и статья была дозуирована, отозвана, но осадочек остался, потому что, на самом деле, во-первых, многие страны, включая Россию, все равно упорно продолжают гидрохолорохин применять, в том или ином виде, и главное, что есть все равно работы на меньшем материале о том, что эти препараты вызывают нарушение ритма, и, в общем-то, достаточно опасны, вот, и поэтому сегодня вопрос с нарушениями ритма для больных, находящихся на амбулаторном лечении, это не такая простая задача, то есть, нужна антиаритмическая терапия, и здесь вот сегодня обсуждается препарат пропонорм, который может быть использован пациентом самостоятельно, без привлечения медицинских работников, как ответственное самолечение для оккупирования пароксизмов мерцания, здесь вот его сравнение с влиянием пропофенона на различные сочетания с антикоагулянтами, ну, вы видите, что у него вроде бы такой профиль достаточно благоприятный, поэтому он рекомендуется сегодня для домашнего лечения мерцательной аритмии. Поражение желудочно-кишечного тракта, здесь много всяких вещей, я не смогу на всем остановиться, но я уже рассказывал о препарате репопимид, который покрывает защитной, как бы защитной оболочкой слизистую, он относится к стимулятору синтеза простагландина Е2, вот, и по нему довольно большая доказательная база по его эффективности. Ну, вот здесь она, собственно, представлена, в разных рекомендациях он присутствует с рандомизированными исследованиями и так далее, что он защищает от эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта, то, чего мы, в общем-то, ожидаем и боимся при ДВС-синдроме. И вот недавно вышли рекомендации Всероссийского Конгресса геронтологов и гериатров, только что, вот в конце мая, и там рибопимид рекомендован для профилактики и терапии COVID-19, как для восстановления естественных барьеров слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, так и для профилактики желудочно-кишечного кровотечения. Мы сейчас все идем немножко с таким, со слепыми глазами, потому что нет хороших исследований, все это нужно было решать на ходу, и, конечно, многие препараты мы, так сказать, включаем для того, чтобы попробовать, насколько они эффективны. Ну, вот, по сказанным препаратам уже работы, я надеюсь, будут опубликованы. Значит, несколько слов о той работе, которую мы проводим по искусственному интеллекту, применение системы медикейс для диагностики ковида. Значит, октавигин, я думаю, что он, в принципе, по нему нет никаких данных об его эффективности, поэтому нечего обсуждать. Значит, вот система следующим образом выглядит, это телефон, либо, ну, смартфон, либо компьютер, на нем вопросы и два ответа, да или нет. Практически она вся система вот в таком очень коротком варианте, да, задается вопрос, система построена по типу древа решений, дальше опросник отправляется по, так сказать, подчинению врачу, все это приходит к врачу, информация, обработанная уже искусственным интеллектом, врач видит заключение, врач видит вероятность, врач видит довольно много, и дальше он может провести коррекцию, записать на прием, там и так далее, и все это обратно передается пациенту по, опять же, по интернету через телефонные сети. Значит, принципиальным отличием системы является то, что она работает оффлайн, то есть врач не связан с пациентом, пациент самостоятельно работает с программой, и все это через интернет взаимодействует постоянно. Ну вот, мы сделали такую систему для оценки вероятности заражения COVID-19 с формированием рекомендаций по плану обследования, ну и что у нас вот на сегодняшний день получилось. Это был древовидный опросник, да, то есть каждый вопрос может вызывать новые вопросы, уточнения, вот, без участия врача. Значит, были введены алгоритмы различных степеней тяжести, пневмонию, хобл, другие респираторные инфекции, аллергические реакции, все это вводится в систему. И мы провели опрос в открытом доступе 448 респондентов, среди них через социальные сети. Среди них 42% системы были распознаны как люди, имеющие признаки инфекции COVID-19. Значит, результатами возможное заражение COVID-19 это 41%, то есть это нет никаких клинических фактически нарушений, но возможность такая есть. Легкая степень у 26% и у 3% примерно на средней тяжести заболевания, то есть достаточно выраженные клинические симптомы. Так вот, среди жалоб пациентов на первом месте у нас оказалась слабость, выраженная слабость. Я не видел, чтобы это было описано как основной симптом заболевания. У нас именно этот симптом превалировал в тех жалобах, с которыми больные приходили на наш опросник. Ну, вот здесь все остальные симптомы, которые мы выявили, ухудшение состояния, боли в мышцах, гипертермия, головная боль, видите, 42%, першение в горле, сдавленность в грудной клетке, отдельный признак, довольно часто встречающийся. Вот, то, что мы, наверное, впервые описываем, я не слышал других описаний, это необычное становедение у четверти пациента. У четверти это достаточно частый признак. То, что много обсуждается потери, обоняния и вкуса, это всего лишь 10% пациента. Ну, что имеем, то имеем. В других местах я встречал до 30% в публикациях, но вот у нас не так часто этот признак был. Выраженная мышечная боль была у 20%, а в основном это были более часто была небольшая мышечная боль. Гипертермия у четверти многочасовая, длительная, у 35% снижалась при приеме парацетамола и были и симптомы ознобов, и симптомы потливости, то есть мы-то рассчитывали, что вот эти симптомы позволят нам отдифференцировать бактериально от вирусной инфекции, ничего подобного не получилось. У довольно большой части больных гипертермия сопровождалась ознобами и потливостью. С горлом, как вы видите, першение основная жалоба, боли в горле достаточно редко встречались. Ну и вот мы сейчас у нас будет два доклада, насколько я понимаю, подряд об этом. Это вопросы депрессии. Обратите внимание, 40% по вопросам, по нашим вопросам, наводящим вопросам, 40% больных с депрессией. 25-26% высказывали суицидальные мысли. Четверть тех, кто нам отвечал на вопросы о ковиде, высказывали суицидальные мысли. Мне кажется, это колоссальная цифра. Ну и здесь вы видите вот тревога или депрессия по Евроквол 5D отметили 64,2%. То есть вообще подавляющее большинство больных находилось в состоянии тревоги или депрессии. Ну здесь тут особо ничего такого не было. проблемы с передвижением в пространстве, самообслуживанием это все результаты повседневных дел, это все коррелировало с выраженной очень слабостью. То есть это не то, что люди инвалиды, это просто люди с такой слабостью, что это не позволяло им нормально функционировать, они вынуждены находиться в постели или сидя проводить свое время. естественно мы спрашивали сколько сдавало на анализы так или иначе, да, четверть примерно из опрошенных нами сдавали анализы, при этом 14% это ПЦР и 15% тестов на иммуноглобулины. Ну ответ с положительного результатом у нас циферка совсем другая, 6% всего положительных ответов. Ну мы об этом все время знаем, все время слышим о том, что далеко не все анализы позволяют подтвердить или отвергнуть наличие инфекции ковидной, но вот мы увидели еще раз этому подтверждение. Значит, сейчас очень много говорят о поражении головного мозга. Есть разговор о том, что это прямое поражение вирусное, есть разговор о том, что это идет поражение, связанное с васкулитом специфическим, с волчаночными антителами и, соответственно, тромбозами. Вот, что здесь на первом месте я бы выделил. Рещайшая слабость, она ни с чем не коррелирует, ни с какой температурой, ни с какой интоксикацией, рещайшие головные боли, люди просто говорят, что им там бьют битой по голове, и появление совершенно фантастических снов и видений. Ну, на уровне галлюцинации люди разговаривают с тем, что они видят. Я больше нигде не слышал ничего подобного при вирусных инфекциях. Депрессии, потеря обоняния, потеря ориентации, нарушение терморегуляции, да, специфической, тоже, по-видимому, центрального генеза. Ну, вот здесь вот на слайде видно поражение зон, которое связано с обонянием, да, вот здесь выделено на МРТ просто у некоторых больных, у которых этот симптом был единственным симптомом, такой случай описан, вот здесь видно четкое поражение этих зон. То есть, мы говорим о том, что это все-таки морфологически определяемое поражение структур головного мозга, а не, так сказать, разговоры на эту тему. пример, который я уже приводил неоднократно, значит, это больной с ковидом, у него позитивный ковид, значит, лихорадка постоянная, начал принимать прямой антикоагулянт, принимал там пару дней, вроде все, температура значит, снизилась, и мы уменьшили дозу там довольно быстро, в два раза, и тут же температура стала подниматься, я вернул дозу к исходной, и дальше на протяжении уже длительного времени, уже больше месяца, у больного нормальная температура. И сейчас уже довольно много больных, у которых начало заболевания с повышением температуры, и на прямых оральных антикоагулянтах температура нормализовывалась. Ну, собственно говоря, я на этом окончу, свое выступление, я чуть-чуть перебрал по времени, но поскольку у меня как бы два доклада в одном было, то я считаю, что я могу себе это позволить. Значит, мы обращаем внимание на терапию амбулаторных больных, не только с ковидной инфекцией, вообще на терапию больных с респираторными инфекциями, и на то, что это может быть всегда сопровождаться с ДВС-синдромом, вне зависимости от идеологии этой инфекции, и, наверное, все-таки в определенных случаях это требует проведения профилактической терапии. Спасибо. Сейчас посмотрим, какие у нас вопросы. Какие препараты в амбулаторных условиях? Я продолжаю минимум две-три недели применять прямой оральный антикоагулянт. Рекомендую. Это, кстати говоря, рекомендую не только я, госпиталь горы Синай в Нью-Йорке, извините, он сложно называется, у них тоже такие рекомендации после выпуска из стационара две недели прямых антикоагулянтов. Так, в чатах. Так, давайте, что тут. так, я не очень А? Нет, я пытаюсь прочитать, я не очень вижу. Каковы предпочтения выбрать доз глюкокортикоидов при гриппе? Ну, при гриппе я не знаю, какие дозы, а вот при ковидом тяжелом, да, тут дается пульс терапия, это 500-600 миллиграмм метилпредназолонов в сутки внутривенно. Это нестандартная доза, совершенно нестандартная. Так, зверево, ковид, двусторонняя пневмония, 25, матовое стекло, слабость, потливость. Ну, я еще раз, я предлагаю всем применять антикоагулянты. У меня довольно много уже больных, пожалуйста, можно писать мне в личку, там, через фейсбук, я буду вас контролировать, ради бога. Много больных с очень хорошими результатами. Для меня неожиданно, потому что я, конечно, к антикоагулянтам относился всегда как к препаратам исключительно с антикоагулянтным действием, а я вижу совершенно другие эффекты на фоне их приема. То есть, по-видимому, мы имеем дело с влиянием на микроциркуляцию в головном мозге и, соответственно, ну, вот те эффекты, которые получаются, они с этим связаны. Применение антикоагулянтов дома. Я уже сказал, что в основном это прямые оральные антикоагулянты, но некоторые, например, у меня была медсестра из Тольятти, она говорит, мне проще колоться. Ну, хочет колоться, ради бога, выбирает фракционированный низкомолекулярный гепарин и колется. Так, возможности диларгина. Ничего не скажу про диларгин. Актовигин, я еще раз повторяю, я ничего не знаю о том, что препарат как-то действует. Никаких работ по нему научных я не видел. Разговоров много, толку нет. Мефлохин. Это хима, то же самое, это все остальное хима. Я бы с ними не связывался. Препараты с неясными эффектами, точно, совершенно кардиотоксично, вызывают неприятности, я бы не стал. Мероприятие включать в реабилитацию после тяжелой ковидной пневмонии. Ну, тут сложный вопрос, там очень нужно восстанавливать вес, насколько я знаю, обычно очень люди худеют, да, то есть нужны питательные какие-то смеси, и белковые, и углеводные, ну и плюс вот я все равно настаиваю на проведении длительной терапии в профилактических дозах прямыми антикоагулянтами, потому что это является фактором риска. Ну и, кстати говоря, обсуждая много это со специалистами и не специалистами, выясняется, что такие истории были многократные после обычного гриппа, когда люди переболевали, а потом давали тромбоэмболию легочной артерии, поэтому, если какие-то факторы риска есть, они и есть у людей, ну, в относительно старших возрастных группах, я думаю, что где-то лет после 50, в общем, антикоагулянты речь, вещь полезная. Срок назначения прямых срок назначения когда? До, после? Значит, я назначаю, если мы говорим о терапии, я назначаю с первых симптомов заболевания и еще 2-3 недели после прекращения болезни. У некоторых больных не повышается антитела. Я уже об этом говорил, что антитела, видимо, какая-то такая вещь не очень точно определяемая. Может быть, вообще иммунитет связан не только с антительной активностью, но и с активностью Т-лимфоцитов. Группа Б возобрала это не ко мне, это я все такое не знаю. Донаторы, но, ну, может быть, но нитроглицерин можно попробовать, никто не пробовал. Но я боюсь, что мы уже с вами опоздали, потому что эпидемия-то ушла, в принципе. Ее и не было, это эпидемия, ни по одному формальному признаку мы не дотянули до 1 даже процента, а нужно 5 процентов, чтобы говорить про эпидемию. Но даже на вспышку уже сейчас явно уходит, поэтому, если кто, у кого есть возможность, можно слетать в Бразилию, там больных много, можно что-нибудь поразвлекаться с нитроглицерином. У меня такой возможности нет. Так, ну хорошо, на этом я тогда понимаю, так у меня вопросов больше нет, и мы переходим к следующему докладу, как бы уже анонсировал, коронавирусный синдром, профилакция психотравмы COVID-19, прямо уже так вот, психотравма COVID-19, в одно слово я бы написал, Соловьева, Надежда Валентиновна, главный исследователь, ну, может быть, вы сами представите, потому что я что-нибудь сейчас перепутаю, пожалуйста. Здравствуйте, слышно меня? Да. Надежда Валентиновна Соловьева, врач-психиатр, научный центр персонализированной медицины, главный исследователь по клиническим исследованиям в нашем центре в области психиатрии. Коронавирусный синдром, профилактика психотравмы COVID-19, это тема, которая нам кажется очень актуальной, это то, с чем мы уже начали сталкиваться, и вот только что у меня был прием анестезиолога, которая испытывает, в общем-то, проблемы и связанные с работой 15 дней в неделю, и ей тяжело, и эти проблемы связаны прежде всего с психиатрией. Коронавирусный синдром, мы назвали по аналогии с вьетнамским синдромом, афганским, чеченским синдромом. Изначально термин синдрома вот такого, связанного с каким-то событием глобальным было описано было описано психиатрами Соединенных Штатов Америки вьетнамский синдром 1980 год. Это комплекс психической, комплекс проблем с психическим здоровьем, который прежде всего проявляется изначально в тревоге, депрессии, но переходит в личностные нарушения и нарушения трудоспособности и способности адаптироваться к жизни в обществе. Мы в последующем в России описали подобные синдромы у людей, участвовавших в Афганской войне, в Чеченской войне. Также проявления коронавирусного синдрома, они сходны с отдаленными состояниями психики после каких-то масштабных стрессовых ситуаций, пожар, все вы помните то, что происходило недавно в Кемерово, терактов. Я разместила фотографию теракта Норд-Осте, землетрясения. В Японии очень много японские психиатры описывали последствия психики после этого ураганов. то есть состояние после тяжелых каких-то переживаний, после катастроф, они масштабны и имеют место быть. В России мы с этим столкнулись после развала Совета, ну не только Россия, все страны СНГ, после развала Советского Союза, Юрий Александровский, Институт Сербского, очень тщательно изучали эти вопросы, как изменялось состояние психики у людей после перехода из жизни в Советском Союзе и новой жизни в России в 90-е годы. Многие не приспособились к изменившимся условиям и тогда родился термин «советство». Вроде бы это новые все термины, но в то же время они, конечно же, имели место и в послевоенное время, после революции. явление само по себе не новое, но в наши дни та пандемия, которая на сегодняшний день мы в ней живем, даже не столько пандемия, сколько и катастрофы, связанные с экономикой и со взаимоотношениями с окружающими людьми, с средствами массовой информации. Все эти события, они очень ускорены нашу постиндустриальную эпоху и оказывают особое воздействие на психику, которая имеет, в общем-то, определенные закономерности. поскольку предыдущие синдромы вьетнамские, афганские, чеченские, синдромы, связанные с катастрофами, они уже описаны, они уже изучены, и если мы по аналогии говорим, что да, сейчас катастрофа тоже масштабная и она социально значимая, и коронавирусный синдром можно отнести к социально стрессовым расстройствам, то мы можем предположить, сколько человек, сколько людей, какое население будет затронуто патологией психики, новой патологией психики, те, которые еще до этого не страдали какими-то психическими расстройствами. Итак, предположительно, это 10% населения, оказавшегося вовлеченным в пандемию. Кто прежде всего пострадает? Есть определенные группы повышенного риска, они уже определены и Всемирной организацией здравоохранения, и много уже работы публикуется, и исследования проводятся в этой области, и по нашей обращаемости, я, поскольку практикующий психиатр, и наш центр отслеживаем статистику по тому, кто к нам приходит. Это люди, помогающие в профессии, не только врачи, не только медицинские сестры, и это и все специалисты, кто так или иначе оказывался в зоне связанной с особой работой в условиях коронавируса, в том числе и средства массовой информации. Я на протяжении всего периода самоизоляции достаточно тесно наблюдала, как они работают, и считаю, что они тоже будут в зоне риска. Так же, как и представители управляющих государственных организаций, министерств, ведомств, департаментов, те, которые писали инструкции и распоряжения, но они были на боевом посту тоже и входят в зону риска по формированию коронавирусного синдрома. Это люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, и докладчик передо мной говорил о том, что есть и органические повреждения головного мозга, паскулярного характера, возможно, может быть, еще какие-то, те, которые сделают особо подвержены этих людей уязвимыми к психической патологии. Люди, потерпевшие утрату, утрату, как у кого-то погибли родственники, умерли, у кого-то произошла потеря всех финансов, у кого-то произошла потеря людей, работы, то есть любая утрата, она может иметь какие-то последствия, и люди войдут в группу риска. Люди с уязвимой психикой, но отдельно я хотела бы выделить группу людей, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, они особенно подвержены последующим формированию коронавирусного синдрома, нарушения психики с вероятностью инвалидизации, то есть не просто какое-то временное расстройство, которое возможно излечить и вся жизнь у человека восстановится. Самая большая проблема при таких синдромах это такой след в виде уже глобальной нетрудоспособности и глобального нарушения адаптации социальной ну и конечно же другие формы патологии или ну например люди с гипертонической болезнью с какими-то другими уязвимостями те которые труднее адаптируются к любым к любому новому событию. Есть определенные факторы уязвимости я вот остановилась прежде всего на органических вредностях алкоголь наркотики гипертоническая болезнь сюда же относятся люди перенесшие и черепно-мозговые травмы люди перенесшие наркоз неоднократно то есть много операций в анамнезе люди которые имели опыт употребления каких-то токсичных лекарственных препаратов для лечения основного заболевания вредности на самом деле огромное количество это экологические вредности то есть в экологически неблагоприятных условиях если человек проживает а мегаполисы все к этому относятся это тоже определенная вредность личностные психологические особенности оказывают конечно же существенное влияние на то разорвется у человека коронавирусный синдром или нет личности с астероидными чертами тревожными чертами личности с психоэстемическим психоэстемическими особенностями то есть это вот та группа людей которые могут быть более склонны к тому что коронавирусный синдром будет в то же время и социальные факторы которые есть у людей ситуации в которых они живут фактор одиночества избыточное использование гаджетов любых как ну тут тоже здесь рзац одиночества замена общения человеческого через гаджеты физическая активность то есть много таких моментов которые социальных тоже оказывают влияние на особенность на последний фактор генетические факторы пластичности психики здесь я хотела бы привести пример поскольку это наиболее наверное изучено ну и популяризировано и известно о публикации много о генуку катехолортометилтрансферазы при стрессе выделяются адреналин адреналин медиаторы гормоны которые расщепляются этим ферментом катехолортометилтрансферазы и в зависимости от того насколько быстро идет это расщепление от этого зависит как человек реагирует на стресс он быстро сможет адаптироваться быстро перестроиться или нет есть три варианта генотипа катехолортометилтрансферазы это генотип валин-валин когда очень высокая скорость разрушения этих гормонов и медиаторов и в этом случае человек ну мало будет подвержен коронавирусному синдрому то есть люди с подобным генотипом можно за них быть спокойными в этом плане если нет других факторов уязвимости люди с генотипом метионин-метионин у них очень низкая скорость разрушения гормонов и медиаторов и в результате они застревают на стрессе они застревают в той ситуации которую они пережили они не могут шагать дальше и это очень высокий риск того что у таких людей разовьется коронавирусный синдром с вариантом генотипа валин-валин и валин-метионин ой метионин-метионин людей не так много в процентном отношении то есть основная масса людей порядка 80% это люди со смешанным полиморфизмом вариантом валин-метионин и эти люди имеют средний риск заболеть коронавирусным синдромом поэтому в принципе таких маркеров генетических очень много в принципе если брать глобальную какую-то программу профилактики коронавирусного синдрома то имеет смысл по крайней мере изученные известные маркеры смотреть и готовить какие-то программы профилактики уже ориентированные на конкретного человека в персонализированном варианте патогенез коронавирусного синдрома он достаточно в общем-то изучен то есть это идет прежде всего переизбыток возбуждения над торможением самый основной медиатор торможения гамма-аминомасляная кислота она ее становится во-первых меньше но в основном описаны работы там проблема в том что рецепторы гамма-аминомасляной кислоты они становятся уже нечувствительными к ней они нарушаются и соответственно возбуждающая аминокислота основная это у нас глутаминовая аминокислота возбуждающая медиатор головного мозга ее становится избыточно много формируется глутамат токсичность происходит сдвиг моноаминергической системы нарушается работа адреналина медиаторов адреналина норадреналина дофамина причем как в сторону их увеличения так и в сторону последующего по принципу обратной связи снижения снижается содержание кортизола ослабляются связи между отделами головного мозга идет депрессия альфа-ритма основного ритма головного мозга ритма коры головного мозга и на первый план выходят медленно медленные волны которые прежде всего формируются подкорковыми образованиями таким образом контроль коры головного мозга он становится менее выраженным и мы видим что ну видим это на электроэнцефлограмме как отражение ну это патогенетические проявления коронавирусного синдрома клиническая картина она идет в несколько этапов первый этап это острая реакция на стресс это период течения самой стрессовой ситуации самой катастрофы то есть мы сейчас в принципе находимся пока вот в этой острой реакции на стресс проявляется это Надежда Валентиновна извините пожалуйста что перебиваю у вас осталось 7 минут на доклад я посмотрел что у вас еще там много слайдов я могу быстро да хорошо проявляется это прежде всего в изменении чувства времени мне кажется что время остановилось нарушениях сна нарушения мышления постоянно крутящихся мыслях одних и тех же нарушения настроения пищевого поведения но когда ситуация закончится сейчас наверное вот вот уже скоро или где-то в Москве вот мы уже наблюдаем наступает этот переходный период когда объявили о том что мы выходим из самоизоляции на первый план выходят депрессии тревожные расстройства как проявление и до шести месяцев после переходного периода можно ожидать появления посттравматического стрессового расстройства с заострением личностных особенностей то что свойственно было всегда людям это становится особенно выпирающим люди становятся конфликтными раздражительными или наоборот апатичными появляются страхи навязчивости так называемые флэшбоки постоянное возвращение в ту ситуацию пережитую самокопание копание в том что происходило в окружающем мире поиск виновного и так далее но самое проблемное это осложнение в коронавирусном синдроме те люди которые не приостановят эти процессы во время посттравматического стрессового расстройства у них могут развиться нарушения личностные стойки может сформироваться психоорганический синдром особенно если люди в этот период злоупотребляли алкоголем марихуаной либо какими-то другими наркотиками высокий риск суицида предыдущий докладчик тоже говорил об этом что сейчас уже мы видим что такие мысли у людей появляются одна одна из проблем это то что проявления на уровне посттравматического стрессового расстройства и появления осложнений будут не только у тех кто перенес стрессовое дал острую реакцию на стресс те кто был на переднем крае борьбы кто держался весь период когда нужно было быть в строю они могут дать после ослабления вот когда после переходного этапа могут дать как раз вспышку и основная проблема это профилактика психотравмы ковид рекомендуется поддержка разной формы в том числе групповая форма она считается самой эффективной создание безопасной среды вовлечение родных близких в проблему нарушений психики не скрывать говорить об этом активное взаимодействие с обращение к специалистам и активное взаимодействие специалистов с человеком для планирования как ему справиться с этим какой выбрать лечение медикаментозное психотерапевтическое и на всем протяжении особенно для групп риска после выхода их из ситуации стресса мониторинг состояния психики наиболее наиболее существенными рекомендациями для профилактики психотравмы ковид является когнитивно-бехиверальная терапия принятие этой катастрофы как данности десенсибилизация переработка психотравмы формирование того что будущее возможно и какие-то возможно новые рисунок поведения нужно сделать нарративные формы используются активно и медикаментозная терапия купирование тревоги восстановление сна восстановление естественных процессов торможения особенно через гамм-рецепторы и я вот сама принимала два месяца как положено для лечения в качестве профилактики коронавирусной инфекции родственникам психически больных многим назначала некоторым пациентам афобазол почему потому что вот по механизму развития реакции на стресс у нас прежде всего нарушаются как я сказала рецепторы гамма-аминомасляной кислоты афобазол он очень хорошо посредованно через воздействие на сигмодин рецепторы клеток их восстанавливает и позволяет балансированной работе систем торможения возбуждения головного мозга и кроме того идет вторичная нормализация глутамат токсичности чтобы не было избыточного возбуждения вот уложилось да по времени спасибо вопросов я не вижу спасибо большое тогда мы просто переходим к следующему докладу на санна яна басова она так сказать тревожно-депрессивное расстройство в период пандемии мы продолжаем ту же тему собственно говоря да вот конечно я Андрей Павлович мы не переключаемся на басу я попрощаюсь со всеми да все хорошего спасибо потому что я к сожалению не услышал никаких таких может быть прямых работ связанных с тревожно-депрессивными расстройствами может быть сейчас мы услышим от Анны Яновны пожалуйста добрый день уважаемые коллеги добрый день Павел Андреевич слышно нормально я очень рада всех приветствовать извиняюсь что буду немножечко торопиться поскольку у меня дальше к сожалению кили и собственно говоря свой доклад я тоже строила больше исходя из психотравмирующей роли пандемии очень интересные данные которые чуть-чуть громче да сейчас попробую подвижу к микрофону очень интересные данные которые привел Павел Андреевич соответственно депрессии суицидальных намерений при тревоге таких пациентов они действительно очень необычные очень интересные в принципе про вирус который у нас вызывает коронавирусную инфекцию достаточно хорошо известно его близкое родство с другими коронавирусными инфекциями с вирусами SARS и MERS которые в прошлом очень серьезно больных вызывали депрессивные тревожные расстройства и нарушения памяти и повышенной утомляемости бессонницу и даже достаточно тяжелые нарушения сознания про наш вирус SARS-CoV-2 известно что он достаточно хорошо проникает в ЦНС через нервные окончания в обонятельном эпителии это уже доказано и уже показано в ряде работ преимущественно китайских авторов о том что он может вызывать утомляемость правда их цифры они значительно скромнее порядка 40% больных слабость сонливость головные боли тревогу гипотемия и в ряде случаев специалистами это может быть рассмотрено как проявление тревожно-депрессивного синдрома или даже если специалист особенно молодой апотоаболического про сновидение слышу первый раз и это очень интересные данные будем спрашивать наших больных посмотрим тем не менее тревожно-депрессивные переживания которые проявляются в разгар коронавирусной инфекции они естественно требуют от нас какой-то реакции в нашей практике несмотря на то что у нас в течение уже больше чем месяц работало клиническое обсервационное отделение на нашей базе выраженных психических нарушений помимо имеющейся хронической психопатологической симптоматики у наших больных на фоне коронавирусной инфекции не отмечалось но возможно перекрывало более тяжелые хроническая психопатологическая симптоматика если же у больного с коронавирусной инфекцией с нетяжелым ее течением отмечается выраженная депрессия тем более суицидальными мыслями то здесь можно рассмотреть прием антидепрессантов в первую очередь скорее всего это окажутся препараты из группы ингибиторов обратного захвата серотонина поскольку они обладают минимальной кардиотоксичностью надо будет смотреть насколько они сочетаются со всей остальной фармакотерапией которая будет получать данный больной то есть для каждого по-хорошему такую подборку придется делать индивидуально из противотревожных препаратов опять же можно посмотреть сочетание гидроксизина от аракса можно у более тяжелых больных посмотреть небольшие дозы возможно малых нейролептиков типа тиралиджена тиралиджена алилимазина либо в тяжелых случаях можно говорить антипсихотиках но здесь будет все зависеть от того какую другую терапию будет получать данный пациент и насколько будет тяжелым его соматическое состояние поскольку практически все наши препараты так или иначе действуют или на кровь или на сердечно-сосудистую систему или на обмен что касается психотравнирующей роли новой коронавирусной инфекции я бы не стала сводить всю ситуацию с коронавирусной инфекцией к посттравматическому стрессовому расстройству собственно говоря на всех людей оказавшихся в зоне пандемии на всех без исключения как болевших так медиков так и просто людей находившихся в самоизоляции действуют определенные период эпидемии факторы это может быть прямая угроза жизни своей и близки это может быть резкое изменение привычного образа жизни которая так или иначе коснулась всех это может быть поторгированность психотравмирующего воздействия когда оно не точечное кратковременное а продолжалось несколько месяцев но дальше группы людей которые подверглись воздействию этого психотравмирующего фактора они распадаются на три лет в первую очередь это основная масса людей наиболее массивная группа это все люди находившиеся в самоизоляции то есть это практически все граждане нашей страны в данном случае чем сталкиваются эти люди в первую очередь они сталкиваются нет звука а сейчас у меня вроде бы звук есть не обращайте внимания люди пишут это у них нет звука у вас есть пока мы вас не прервали у вас все нормально а то что у них не берите в голову хорошо значит с чем сталкиваются эти люди в первую очередь они столкнулись с непониманием происходящего ситуации высокой степени неопределенности тот противоречивый поток информации который большинство людей получало из сети из телевизора из совершенно различных противоречащих друг другу источников а также отсутствие каких-то базовых знаний в этой области не позволяло принимать решения опираясь на какие-то факты и грамотное представление происходящее это во-первых то есть соответственно происходящее приходилось принимать на веру к чему граждане нашей страны несложно вторая проблема второй блок проблем который возник у всех людей находившихся в самоизоляции это страх экономических последствий эпидемии два месяца для многих людей без работы очень тягостно сказались на семейном бюджете а для кого-то и просто катастрофически плюс проблемы бизнеса они тоже возникли и очень большие у всех сама по себе изоляция то есть обрыв привычных активностей изменения образа жизни изменения распорядка дня отсутствие привычной занятости привели у большинства людей как минимум к нарушению ритма сна и бодрствования семейные конфликты которые неизбежно возникли при длительном пребывании всей семьи в небольшом замкнутом помещении ну и для наших больных это еще плюс невозможность посетить своего специалиста и получить грамотную консультацию это невозможность в ряде случаев купить поддерживающие препараты для тех больных которые находились на поддерживающей терапии и эти проблемы были решены далеко не сразу это как бы первая группа людей страдавших от пандемии и проблем этих людей мы будем расхлебывать если я думаю еще долго вторая группа это люди переболевшие коронавирусной инфекцией здесь проблемы которые стали перед ними они складываются из двух групп проблем первая это так называемый то самое посттравматическое стрессовое расстройство о котором говорил предыдущий докладчик на посттравматическое стрессовое расстройство существуют разные точки зрения раньше это действительно называлось афганским синдромом чеченским синдромом вьетнамским и так далее но в современных классификациях они все проходят по одной рубрике посттравматическое стрессовое расстройство это такая собирательная рубрика объединяющая в себе все самые различные последствия психотравмы и здесь само по себе посттравматическое стрессовое расстройство оно конечно возникло далеко не у всех людей а у тех которые столкнулись с прямой угрозой жизни то есть те кто находился в первую очередь в реанимации в интенсивной терапии те кто понимал что их жизнь находится под большой угрозой роль здесь играла не только причем что интересно непосредственная угроза жизни но и например обезличенность врачей персонала в реанимации это то на что большинство таких людей указывает на один из самых страшных моментов с которыми они столкнулись это страх инвалидизации безусловно это страх заразить своих близких и это возможно то чего мы еще пока не видим но вполне возможно столкнемся некие экзогенно-органические последствия последствия коронавирусного поражения головного мозга я думаю что это мы увидим где-то через пару-тройку месяцев когда это начнет всплывать и третья категория людей у которых могут возникнуть проблемы и возникнут скорее всего это медики здесь в дополнение ко всему предыдущему накладывается груз ответственности и так называемая моральная травма то есть переживание некой своей профессиональной в ряде случаев несостоятельности переживание дилеммы морального выбора когда нужно было решать кому из пациентов помочь а кому помочь уже нельзя это физическое перенапряжение это эмоциональное перенапряжение это изоляция от близких и в ряде случаев это дискриминация со стороны окружающих да медики были в этот период героями но ситуации случались разные и описаны те ситуации когда например соседи говорили убирайтесь отсюда нечего нас здесь заражать по каким механизмам да значит предрасполагающие факторы ну тоже как говорил предыдущий докладчик несмотря на массивность воздействия психотравмирующего фактора болеют далеко не все это связано как с особенностями личности людей так и с наличием резидуальной церебрально-органической из недостаточности с возрастными кризами с психофизическим инфантилизмом и с другими факторами я уже прокручу что происходит происходит то что прошло недавно описано было в отечественной психиатрии это сочетание почвы предрасполагающих факторов и массивного психотравмы приводит к развитию психогенных нарушений раньше старые психиатры говорили что психотравма и почва должны подойти друг к другу как ключ к замку и тогда разовьется психогенное расстройство у пациента критерии психогенного расстройства нам все знакомы еще со студенческих лет они возникают непосредственно после психотравмы исчезают после разрешения ситуации хотя далеко не всегда и понятным образом с ней связаны мкб 10 которые мы пока что живем относят группе невротических и связанных со стрессом расстройств целый ряд психогенных нарушений которые раньше располагались в различных нозологических категориях это и фобические расстройства и тревожные расстройства и абсциссивно компульсивное расстройство и реакции на тяжелый стресс диссоциативные расстройства самотопорные неврастения в общем это такая смешанная группа всего совсем в отечественной психиатрии традиционно выделяли три группы расстройств аффективно-шоковые реакции реактивные психозы и неврозы сейчас мы дальше посмотрим как это сочетается с НКБ-10 сейчас аффективно-шоковые реакции или острая реакция на стресс в НКБ-10 она тоже присутствует это ситуация с которой сталкиваются люди при непосредственной угрозе жизни в нашем случае она возможна она наверняка происходила у людей например попавших неожиданно по скорой в реанимацию как правило она проявляется двумя типами реакции это двигательная буря и немая смерть то есть одни люди застывают и не могут пошевелиться и не могут ничего сделать другие бестолково мечутся в обоих случаях единственным способом помочь этим людям это введение транквилизаторов очень хорошо помогает банальный реактивные психозы реакции уже описанные на коронавирусной инфекции а правило они сводятся к четырем типам по релизу это человек начинает себя вести как ребенок и требовать к себе внимания как ребенку пентодеменция такое психологическое слабоумие когда человек не может предпринять опять же никакие меры например он не знает как вызвать врача или не понимает как ему принимать таблетки синдром одичания здесь маловероятен и параноидные психозы которые мы наблюдали в течение этих двух месяцев очень и очень часто с идеями того что коронавирусная инфекция это заговор и так далее астенический невроз или неврастение зонка b10 это то что мы видели у врачей причем не только у тех кто оказывал помощь больным с коронавирусной инфекцией но и тех врачей которые столкнулись с огромной нагрузкой поскольку под коронавирусную инфекцию были отведены очень большие мощности городского здравоохранения соответственно все остальные больные тоже нуждались в помощи на первой стадии человек становится раздражительным он пытается успеть сделать все но ничего не успевает на второй стадии он хватается за все дела ничего не может сделать срывается на окружающих понимает свою несостоятельность на третьей стадии он может только плакать и беспомощно описывать то что у него ничего не выходит но здесь рисунок таких вот медиков заснувших на сбоевом посту беда вся в том что все три стадии сопровождаются выраженными вегетативными расстройствами начиная от головных болей с укрепленной температуры потери аппетита и естественно бессонницы то есть человек хочет отдохнуть человек мечтает о сне но когда он ложится спать заснуть он не может идея о том что можно просто хорошо отоспаться хорошо отдохнуть и все пройдет срабатывает на первой стадии на второй и третьей стадии просто отдыха становится недостаточно и чаще всего вот этот порочный круг повышенной тревожности сниженного настроения ощущение собственно несостоятельности и массивных эдикативных расстройств проще разорвать небольшим краковременным приемом антолизаторов а в ряде случаев иногда и антидепрессантов для того чтобы человек мог выспаться мог прийти в себя после чего если он нуждается в психотерапии то обратиться к консультанту психологу или врачу психотерапии истерические конверсионные расстройства то что мы достаточно часто наблюдали у пациентов в течение этих двух месяцев это те расстройства истерический невроз как они назывались раньше а сейчас ассоциативные конверсионные расстройства это те интересные расстройства при которых психика человека человека как правило с выраженным истерическим радикалом очень успешно защищает своего хозяина и это либо конвертация болезненных эмоциональных реакций какие-то соматические ощущения все начинает болеть либо это диссоциация когда человек например может забыть о происшедшем и не вспомнить забыть о болезненной ситуации но вот эта конверсия негативные эмоции конвертируется в параличи порезы остатки абазию слепоту глухоту истерические припадки и так далее и это в свою очередь диссоциация когда негативные эмоции вытесняются просто и забываются например еще одна реакция частая наиболее характерная думаю для многих это депрессивная реакция здесь возможно два варианта либо она будет в рамках именно психогенной депрессии и тогда мы скорее всего будем говорить о смешанном тревожно-депрессивном расстройстве ТНКБ-10 либо о депрессивном эпизоде той или иной степени тяжести это будет зависеть от тяжести состояния человека либо дальше мы сможем говорить об экзогенно-органических депрессивных расстройствах возникших на фоне коронаверсного поражения головного мозга если речь идет о психотравме о именно болезненных переживаниях на фоне коронавирусной инфекции то здесь будет очень характерна фиксация на психотравмирующем событии то есть человек будет постоянно в голове прокручивая свои болезненные переживания он будет постоянно об этом думать или как говорят психологи у него возникнут болезненные руминации он не сможет отстраниться от своих переживаний нарушится сон причем что характерно для психотравмы это человек будет плохо засыпать то есть он будет ложиться спать и в голове будут вертеться болезненные переживания утром как правило будет себя чувствовать получше и с новыми силами приниматься за дела хотя и будет достаточно невыставшийся к вечеру состояние будет ухудшаться ограничение социальных взаимодействий головные боли опять же может быть озноб тревога ощущение собственной несостоятельности из-за депрессивного замедления мышления если депрессия не тяжелая в этой ситуации может вполне оказаться достаточно психотерапевтического воздействия но как некий золотой стандарт современной медицины и клинической психологии сейчас принято воздействие в рамках когнитивно-поведенческой терапии где очень четко прописаны протоколы работы либо если состояние более тяжелое или человек сам не хочет заниматься психотерапией то можно использовать антидепрессанты начать лучше с ингибиторов обратного захвата серотонина как с наименением сейчас токсичной группы можно если больной сильно тревожный но право базол все-таки он обычно слабоват у меня все-таки начало либо с аторакса с битроксизина либо что лучше с кратковременного курсового приема экзодиазипиновых транквилизаторов или малых нейролептиков сама я в практике предпочитаю с большим отрывом малые нейролептики при приеме которых у нас нет риска формирования зависимости у больных нет угнетения когнитивных функций нет прочих весьма вредных побочных эффектов которые дают особенно широко применяемые у нас фенозапол невроз навязчивых состояний раньше это называлось неврозом навязчивых состояний теперь это паническое расстройство генерализованное тревожное расстройство обсессивно-компульсивное расстройство суть ситуации в том что человека как правило от природы очень тревожного мнительного на фоне психотравнирующей ситуации возникают навязчивости если речь идет про коронавирусную инфекцию то мы уже сейчас видим возникновение коронофобии то есть страха заразиться коронавирусом и отличить где-то нормальная реакция тревожного человека на общую панику а где это уже сформировавшаяся фобия бывает очень сложным возникают ритуалы то есть человек для того чтобы защититься от объекта своего страха выполняет какие-то последовательные действия ноет руки носит маску обрабатывает поверхности находится в изоляции это может быть как нормальным поведением человека который знает правила и не хочет заразиться так и если это переходит определенную грань превращаться в ритуал приступы паники сейчас последнее направление которое наиболее характерно приступы паники обычно сопровождаются какими-то идеями умереть от инфаркта сойти с ума опозориться перед окружающими то что происходит сейчас это в основном задохнуться что мы делаем с такими пациентами опять-таки на первый план здесь выходит когнитивно-предельническая терапия у которой прекрасные протоколы лечения именно панического расстройства навязчивости борьбы с ритуалами однако наиболее эффективно она оказывается вместе с определенным с определенной психофармакотерапией и ее не надо бояться поскольку она имеет вполне очерченную продолжительность по времени и очень эффективна золотой стандарт здесь он хорошо известен это опять же ингибиторы обратного захвата серотонина чаще всего начинают сертолина залопта плюс противотревожные препараты на этом фоне прекрасно идет психотерапия посттравматическое стрессовое расстройство о нем уже подробно рассказала полега помним о том что посттравматическое стрессовое расстройство развивается только в ситуации непосредственно угрожающей жизни свободе целостности человека и вред посттравматического стрессового расстройства он обычно не непосредственный а отдаленный находясь под влиянием этого расстройства человек полностью как правило изменяет свой уклад жизни он теряет удовольствие от тех занятий которые у него были раньше он теряет семейное и социальное окружение и в условиях особенно нашей страны чаще всего начинает лечиться достаточно большими дозами алкоголя поэтому такие люди требуют помощи как правило справиться здесь особенно при далеко зашедшем хроническом посттравматическом стрессовом расстройстве одной психотерапии не удается на начальных этапах да дальше необходимо обычно подключение фармакотерапии в зависимости от того синдрома который у данного конкретного пациента становится ведущим ну и наверное последний момент о котором мне бы хотелось сказать я еще раз извиняюсь но к сожалению времени мало поэтому в таком немножко телеграфном темпе это о медицинских работниках дело в том что медицинские работники в этой ситуации как те кто работал с романовирусом так и все остальные они столкнулись с очень большой нагрузкой с нагрузкой не только физической хотя она была огромной безусловно привела к тяжелейшей эстонизации но и еще с нагрузкой моральной эта нагрузка постоянно подстегивалась общественным мнением подстегивалась публикациями в семье и говорить здесь о посттравматическом расстройстве ну наверное все это было бы не совсем справедливо есть достаточно хорошая концепция которая очень четко описывает состояние людей столкнувшихся с моральной дилеммой состояние людей которые в какой-то степени решают кому жить кому умереть это концепция моральной травмы и для медицинских работников она возникает это моральная травма когда это человек с очень высокой степенью перфекционизма очень преданной своей профессии не допускающий что можно что-то сделать не так и некачественно и каждый раз когда он расслабляется и когда накал рабочий накал уходит он начинает думать о том что он сделан не так он испытывает вину стыд он занимается самобичеванием ему кажется что он профессионально несостоятельен особенно речь идет о тех медицинских работников которые начали работать с ковидными пациентами будучи перепрофилированными из врачей другой специальности то есть соответственно их постоянно грызл вопрос насколько они компетентны в новой области подготовку по которой они получали в очень сжатые сроки и естественно здесь может возникнуть и тревога и депрессия и нарушение сна и вегетративные расстройства и вторичная алкоголизация и эмоциональная дезрегуляция с гневом виной срывами и таким людям естественно только в тех случаях когда они сами считают это нужным нужна помощь либо психотерапевта психолога либо что чаще и психотерапевта и врача психиатра и от того насколько они не будут бояться обращаться за доброй помощью коллег будет во многом зависеть их профессиональное будущее и целостность нашего сообщества спасибо за внимание если есть какие-то вопросы либо да что-то вопросов я не вижу наверное слишком быстро нет ну вот там был про переболевших медиков на него и так ответили это риторически я боюсь вопрос тупик переболевшие переработали ну хорошо это была на самом деле просьба на предыдущем на предыдущей нашей конференции сделать такой доклад потому что действительно очень много проблем связанных с психическими психотравмой я бы так назвал и да в общем может я неправильно да вот и нам придется но с этим совсем разбираться и было бы жалко если бы мы это просто вот упустили бы и забыли прошли бы мимо вот собственно от помощи сообщества будет очень много зависеть в данной ситуации ну да ну и нам важно тоже для общества для нашего что мы эту тему подняли как-то ее хотя бы частично затронули может быть что-то придумаем что-то она большая да я понимаю спасибо вы не первый раз у нас выступаете и каждый раз это всегда так очень глубоко я бы сказал спасибо вот потому что для терапевтов это важно ну что это же все время каждый день ну 60% людей вот по нашим данным это колоссальная процент очень большие цены активно активно они же пишут сами это не то что мы спрашиваем у вас есть депрессивные там стены пишут да есть это их оценка не наша оценка ладно спасибо бегите дальше а мы переходим к Юрию Алексеевичу Редькину особенно с течением лечения сердечно-сосудистых этим пожалуйста спасибо Павел Андреевич ну тема моего сегодняшнего доклада она наверное напрямую не связана с коронавирусной инфекцией но в общем-то проблема здесь может быть связана с тем что наличие самого сахарного диабета усиливает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и кроме того наличие сердечно-сосудистых заболеваний также по отдельности увеличивает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции ну а тем более мы сегодня будем говорить о сочетании сахарного там же поражение поджелудочное тоже идет на самом деле поэтому это не совсем так уж безобидно для для диабета да действительно такие работы появились но они пока очень такие на небольшом количестве пациентов самое большое исследование которое было проведено в Англии одно не показало различий в частоте возникновения коронавирусной инфекции при сахарном диабете и у общей популяции пациентов то есть на сегодня пока вот эта особенность возникновения коронавирусной инфекции при диабете она еще остается под вопросом но действительно сегодня мне бы хотелось поговорить о сочетании ишемической болезни сердца и сахарного диабета и соответственно поговорить о том каковы особенности диагностики и лечения вот этого сочетания но надо сказать это общеизвестно что более чем у половины пациентов с сахарным диабетом действительно развиваются поражения микрососудистого русла какие-то проблемы с подключением у меня пишут но похоже все нормально значит у половины пациентов развиваются поражения микрососудистого русла в течение 10 лет более того у более чем половины пациентов увеличивается риск инфарктов миокарда практически у двух третьих пациентов с сахарным диабетом увеличивается риск инсульта ну и естественно у третьих таких пациентов увеличивается риск госпитализации по сердечной недостаточности ну и это понятно потому что кроме сахарного диабета у этих пациентов действительно имеются еще и дополнительные факторы риска если говорить об общей статистике то пациенты с сахарным диабетом второго типа они имеют почти в два раза больший риск среднесосудистых заболеваний чем пациенты без диабета и это связано конечно с тем что 85 процентов этих пациентов имеют избыточный вес 71 процент пациентов имеют повышенное артериальное давление и почти две трети пациентов имеют повышение уровня холестерина этим обусловлено вот такое вот скажем так ядреное сочетание ишемической болезни сердца и сахарного диабета но действительно мы стараемся что-то с этим сделать потому что действительно это увеличивает и риски и сердечно-сосудистую смертность и надо сказать что наличие различных сахароснижающих препаратов в том числе оно приводит к тому что снижается и сердечно-сосудистая смертность последние годы и смертность от заболевания коронарных сосудов и госпитализация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями но тем не менее обратите внимание что несмотря на снижение вот этих факторов да все равно эти показатели у пациентов с сахарным диабетом они намного выше чем в обычной популяции поэтому конечно об этом всегда надо говорить ну и первый вопрос который мне хотелось бы затронуть да вот мы имеем пациента с сахарным диабетом и пациента с ишемической болезнью сердца одновременно да один и тот же пациент вот необходим ли плановый скрининг на ишемическую болезнь сердца у пациентов и если у пациента есть симптомы здесь все понятно это вопрос практически однозначно да но возникает другой вопрос а если у пациента нет никаких проявлений никаких симптомов но есть сахарный диабет нужно ли проводить скрининг таких пациентов здесь опубликованы ряд исследований которые нам говорят о том что скрининг бессимптомных пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний действительно не рекомендуется почему потому что эти пациенты они имеют действительно высокий риск и они уже должны получать интенсивную медикаментозную терапию в том числе и инвазивные методы такие как ревоскулиризация немая ишемия по мнению многих авторов она со временем может измениться то есть она может перейти в уже какие-то иметь клинические проявления и это усиливает вот это противоречие относительно скратегии агрессивного скрининга у пациентов с немой ишемией в частности в проспективных исследованиях было показано что кальциноз коронарной артерии он является сам по себе независимым предиктором будущих сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом и именно поэтому проводились исследования которые попытались выявить все-таки клиническую пользу вот этого обычного скрининга у бессимптомных пациентов с диабетом второго типа и нормальной электрокардиограммой и если посмотреть на эти графики то мы не видим большой разницы в группе пациентов которые имеют диабет и были обследованы по исходам сердечно-сосудистых заболеваний и тех пациентов которые не были обследованы на предмет агрессивного выявления ишемической болезни сердца ну и более того вот такой неизбирательный скрининг бессимптомных пациентов при сахарном диабете является экономически неэффективным потому что несмотря на вот эти выявленные при этих обследованиях нарушения перфузии миокарда эти результаты они были одинаковыми у обследованных пациентов и тех пациентов которых на момент вот такой агрессивного скрининга еще не обследовали то есть эти исследования показали что каких-то выгод в клиническом течении нет а экономически это становится неэффективным таким образом рекомендации на сегодня говорят о том что у пациентов без симптомов плановый скрининг на ишемическую болезнь сердца не рекомендуется поскольку он не улучшает исходы этих пациентов ну а что же тогда нам делать существуют простые правила которых нужно придерживаться опять-таки современное руководство рекомендует рассмотреть возможность исследования ишемической болезни сердца при наличии любого из следующих симптомов это атипичные сердечные симптомы например необъяснимая дышка дискомфорт в груди это признаки или симптомы ассоциированного сосудистого заболевания включая например выявление каротидного шума приходящие ишемические атаки инсульт перемежающаяся хромота или заболевания периферических артерий ну и наконец изменение электрокардиограммы например изменение зубца и таким образом кандидатами на продвинутые или те же инвазивные кардиологические исследования являются пациенты с сахарным диабетом имеющие типичные или нетипичные сердечные симптомы и пациенты с патологической электрокардиограммой в состоянии покоя мы этих пациентов обследуем ну и возникает вопрос сколь это сочетание ишемической болезни сердца и сахарного диабета то какие же именно сахароснижающие препараты необходимо использовать у этой категории пациентов ну надо сказать что на сегодня существует 9 групп пероральных сахароснижающих препаратов ну самыми известными из них является инсулин который может оказывать противовоспалительное действие с косвенным влиянием на сердечно-сосудистую систему но тем не менее присутствие таких побочных эффектов как гипогликемия прибавка массы тела может и осуществлять потенциальный вред для сердечно-сосудистой системы что касается препаратов сульфаниум мочевины то на сегодня говорится о том что благодаря увеличенной частоте гипогликемии благодаря набору массы тела эти препараты также не сильно показаны пациентам с сахарным диабетом в сочетании с ишемической болезнью сердца препаратом выбора при втором типе диабета является метформин и вот здесь у него действительно есть как полезные факторы это снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности и снижение уровня цириактивного белка но также надо помнить что метформин может вызывать молочнокислый ацидоз при неправильном его назначении то есть без учета противопоказаний относительно новая группа препаратов теазолидиндионы также имеют свое прибавление свое положительное влияние на сердечно-сосудистые заболевания это снижение уровня инсулина снижение уровня триглицеридов повышение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности также снижение цириактивного белка но в связи с тем что эта группа препаратов может вызывать задержку соли и соответственно жидкости эта группа препаратов нежелательно в использовании для пациентов например при сердечной недостаточности ну и также эти препараты могут способствовать набору массы тела и повышенному уровню холестеринов липопротеидов низкой плотности что также снижает их потенциальный эффект положительный на сердечно-сосудистую систему поэтому за последние 10 лет были созданы новые препараты это буквально три группы препаратов которые уже положительно влияют и на сердечно-сосудистую систему и на мочевыделительную систему пациентов с сахарным диабетом вот об этих исследованиях мне хотелось бы сегодня поговорить более подробно итак первая группа препаратов это ингибиторы ДПП-4 пептидил пептидаза четвертого типа это сахароснижающие препараты отличить их можно по приставке в официальном названии глиптины саксаглиптин алоглиптин ситоглиптин линоглиптин да если говорить об этой группе препаратов вот перед вами данные различных исследований это четыре крупнейших исследования которые были приведены вы видите что во многих из них количество пациентов превысило 14-16 тысяч так вот что можно сказать об этих исследованиях ну в таблице может быть не очень понятно вот мы с вами видим графики да и мы с вами видим пациентов которые использовали ингибиторы ДПП-4 это такие светло-фиолетовые графики и пациентов которые использовали плацебо и мы с вами не видим разницы по сердечно-сосудистым заболеваниям и по сердечной недостаточности у пациентов с сахарным диабетом то есть на сегодня не было показано разницы по сердечно-сосудистым исходам для этой группы препаратов ингибиторов депептидилпептидаза четвертого типа вторая новая группа препаратов это агонисты рецепторов ГПП-1 вот здесь уже вы видите 6 различных исследований которые нам дали уже более конкретное влияние на сердечно-сосудистую систему у пациентов с сахарным диабетом особенно второго типа ну вот первое исследование было исследование Эликса вы видите что здесь было более 6 тысяч пациентов с сахарным диабетом второго типа причем это были пациенты с недавней госпитализацией по поводу инфаркта миокарда или нестабильность стенокардии в течение предшествующих 180 дней и на это исследование эти пациенты наблюдались в среднем более двух лет и было показано что первичный исход сердечно-сосудистой смерти инфаркта миокарда у этих пациентов был сравним к сожалению с плацебо то есть получается что этот препарат не ухудшает риск сердечно-сосудистых заболеваний но и к сожалению не улучшает этот риск второе исследование из этой группы препаратов это исследование лироглитида здесь были получены более существенные результаты мы с вами видим это участники имели средний возраст где-то около 64 лет и диабет длился около 13 лет и вот это исследование показало что смертность от сердечно-сосудистых причин была значительно ниже в группе тех кто принимал лироглитид по сравнению с группой плацебо и именно по результатам этого исследования FDA одобрила использование лироглитида для снижения риска серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий включая сердечные приступы инсульты сердечно-сосудистую смерть у взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа и установленным сердечно-сосудистым заболеванием следующее исследование группа исследований это группа исследований Сустейн и исследовался еще один препарат который называется семаглютит первичный исход то есть случай сердечно-сосудистой смерти или нефатального инфаркта миокарда или инсульта произошел где-то около 6,5% пациентов в группе семаглютида и около 9% в группе плацебо то есть таким образом была выявлена тенденция к улучшению влиянию этого препарата на сердечно-сосудистые риски но это исследование требовало дальнейшего подтверждения и сейчас продолжается еще один известный препарат это экзенатит один из самых распространенных препаратов на сегодня из этой группы здесь уже как вы видите было более 14 тысяч пациентов с сахарным диабетом и у двух третий из них сердечно-сосудистые заболевания предшествовали включению в это исследование ну и оказалось что сердечно-сосудистая смертность у этих пациентов она оказалась ниже в группе тех кто принимал экзенатит по сравнению плацебо третье вернее еще одно исследование это исследование дулаглютида говорю сразу что альбиглютит не распространен в России и не вводится поэтому о нем мы говорить не будем а вот про дулаглютит немножко тоже расскажу опять-таки это около 10 тысяч пациентов с сахарным диабетом второго типа с риском сердечно-сосудистых заболеваний или этими заболеваниями в анамнезе причем где-то в этом исследовании около 32% участников имели в анамнезе атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания наблюдали этих пациентов более чем 5 лет и было показано что смертность от всех причин если взять общую смертность она не различалась по сравнению с плацебо но зато комбинированный исход нефатального инфаркта миокарда инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на фоне дулаглютида был несколько меньше хотя эти различия были недостоверны ну вот заключая данные всех этих исследований по поводу агонистов ГПП-1 да можно сказать что в общем-то данные этих исследований они противоречивые хотя в целом эта группа препаратов действительно может быть рекомендована пациентам с сахарным диабетом имеющим ассоциированные сердечно-сосудистые заболевания ну и наконец новая группа препаратов совсем скажем так новая группа препаратов это ингибиторы НГЛТ-2 их тоже легко различить благодаря тому что в конце названия идет приставка глифлозин их так и называют это группа глифлозинов и на сегодня у нас в России имеется эмпа канна и дафаглифлозин что касается эмпоглифлозина то соответственно это исследование называлось эмпорек это было рандомизированное двойное слепое исследование более чем 7000 пациентов с сахарным диабетом второго типа средним возрастом 63 года наблюдались эти пациенты в течение более чем трех лет и было показано что суммарный исход инфарктов миокарда инсультов и сердечно-сосудистой смерти был действительно ниже вот если взять суммарный исход инфарктов миокардов инсультов то он был ниже в группе эмпоглифлозина на 14% а если взять суммарный исход смерти от сердечно-сосудистых заболеваний то в группе эмпоглифлозина он был на 38% ниже по сравнению с группой плацебо и таким образом FDA опять-таки добавила показания для эмпоглифлозина для снижения риска тяжелой сердечно-сосудистой смерти у взрослых с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями следующий препарат это препарат канаглифлозин здесь как бы было двойное исследование это исследование канвас и канвас ренал они в целом это исследование если взять вместе включало более 10 тысяч участников и здесь показало было показано что канав флозин значительно снижал исход сердечно-сосудистой смерти инфарктов миокарда инсультов по сравнению с плацебо и причем эффект был настолько выражен что исследование было прекращено еще на ранней стадии из-за убедительных доказательств эффективности ну и особенностью этого исследования также являлось и то что риск терминальной стадии заболевания почек и удвоение уровня креатинина в сыворотке и соответственно риск смерти от почечных или сердечно-сосудистых причин был на 30% ниже при лечении канав глифлозином по сравнению с плацебо то есть как вы видите эти данные действительно говорят о том что эта группа препаратов она хорошо эффективна в этом исследовании но и также было обнаружено что канав глифлозин имеет более низкий риск развития вернее пациенты которые его принимали имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистой смерти инфарктов миокарда и инсультов и более низкий риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности то есть вот эти данные практически комментировать не нужно эти данные они говорят сами за себя ну и наконец третий препарат это дапоглифлозин исследование которое было проведено Деклея оно использовало изучало влияние дапоглифлозина на сердечно-сосудистое событие в частности тромбоз при инфаркте миокарда и было очень большое количество пациентов более 17 тысяч и здесь отмечена более низкая частота сердечно-сосудистой смерти или госпитализации по поводу сердечной недостаточности что в общем-то делает этот препарат одним из препаратов выбора для лечения сердечной недостаточности у пациентов с сахарным диабетом таким образом среди пациентов с сахарным диабетом второго типа у которых мы имеем атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание или заболевание почек рекомендуется на сегодня использовать либо ингибитор НГЛТ-2 либо агонист ГПП-1 с теми очевидными преимуществами о которых я только что рассказал если же у пациента имеется атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание в сочетании с множественными факторами риска развития этих сердечно-сосудистых заболеваний а также имеется осложнение со стороны почек диабетическая нефропатия хроническая болезнь почек то у этой группы пациентов рекомендуется использование препаратов НГЛТ-2 ну и наконец если у пациента установлено атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание или у него просто есть множественные факторы риска развития атеросклеротических сосудистых заболеваний то этой группе пациентов рекомендуется использовать агонисты ГПП-1 то есть как вы видите на сегодня мы с вами прекрасно видим какие группы препаратов необходимо использовать при сочетании сахарного диабета и ишемической болезни сердца ну и последний вопрос который нам нужно обсудить это конечно все-таки влияет ли сам гликемический контроль на сердечно-сосудистый риск у пациентов с сахарным диабетом дело в том что до сих пор не было проведено широко масштабных исследований касающихся именно этого аспекта и буквально в этом месяце буквально еще недели не прошло было опубликовано новое исследование которое изучало влияние гликемического контроля на сердечно-сосудистый риск у пациентов с сахарным диабетом и обратите внимание что в этом исследовании было получено что такие показатели как общий сердечно-сосудистый исход сердечно-сосудистая смерть инфаркты миокарда инсульты нефатальные инфаркты миокарда проведение ревоскуляризации и госпитализация из-за нестабильной стемнокардии они четко завязаны на уровень гликированного гемоглобина то есть чем выше уровень гликированного гемоглобина тем риски вот этих событий становятся выше а поэтому как бы мы не старались лечить этих пациентов без снижения контроля уровня глюкозы крови мы можем не получить значительного улучшения и поэтому вот эти препараты о которых я только что говорил которые сочетают сахароснижающее действие со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний они действительно выгодно отличаются от других препаратов которые снижают уровень глюкозы крови и в связи с этим самоконтроль который является главным условием снижения уровня гликированного гемоглобина он действительно важен при сочетании сахарного диабета и ишемической болезни сердца и поэтому важность самоконтроля здесь переоценить невозможно самоконтроль является одним из главных самостоятельных лечебных факторов при сочетании сахарного диабета и ишемической болезни сердца ну и напомню также что одним из лучших приборов для самоконтроля является последний прибор компании Ascensia это Contour Plus One ну и не надо забывать о старых друзьях которые также легко используются для самоконтроля у разных категорий пациентов спасибо за внимание так какие коллеги у вас есть спасибо что-то я не вижу вопросов честно говоря ну вот я вижу про форсигу о применении форсиги что касается форсиги это препарат дапа лихлозин о котором я достаточно подробно об этой группе препаратов сказал поэтому вот это же все относится к форсиге тоже действительно снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний и особенно сердечной недостаточности и госпитализации по поводу нее ну хорошо спасибо большое вы как всегда так четко по полкам все разложили осталось только осталось только больных начать лечить нормально спасибо всего доброго до свидания следующая у нас тоже была просьба такая к нам это да профессор Григорий Арнольдович Флакс академик Раен согласился сделать такую подборку и прочитать эту лекцию мне кажется это должно быть очень интересно потому что очень многие говорят о том что идут поражения воскулитные самые разнообразные ну давайте попробуем в этом разобраться пожалуйста Григорий Арнольдович уважаемые коллеги тема моего доклада дерматологические аспекты коронавирусной инфекции сегодня вся мировая медицина объединилась с борьбой с инфекцией ковид число больных среди населения растет день ото дня в настоящее время тысячи медицинских работников по всей стране борются с этим с этой чумой 20 века в то же время упорство и самодвержность медицинских работников заслуживает особого внимания стоит отметить что научные исследования в борьбе с этой пандемией играют особую роль в этом направлении во всем мире проводятся научные исследования в настоящее время в медицинских учреждениях разработаны применяются на практике новой методной диагностики и лечения больных вирусной инфекции под названием COVID результаты проведенной научно-исследовательской работы раскрывают новые этиопатогенетические аспекты кожных заболеваний сопровождающиеся воспалительными реакциями кожи из листых оболочек и формируют основу для диагностики и создания новых методов лечения пандемия коронавируса серьезный вызов для специалистов по кожным инфекциям COVID-19 вызывает различные внешние проявления которые требуют детального изучения российские дерматологи в отличие от испанских которые выделили 5 видов высыпаний в России выделено 7 видов высыпаний которые могут быть связаны с патогенезом данного заболевания в некоторых случаях это первый сигнал заболевания COVID-19 поэтому всем врачам разных специальностей в плане междисциплинарного подхода необходимо особенно внимательно и четко относиться к своим пациентам в период пандемии кроме того более серьезные кожные проявления отмечены при тяжелом течении болезни то есть их можно использовать и для диагностики стадии заболевания ну и вот эти 7 групп мы разберем по пункту первая группа это ангиты кожи которые собираются воспаление стенок сосудов в виде волдырей эморрагических пятен воспалительных пузелков и бляшек они обусловлены непосредственно коронавирусной инфекцией на фоне которой происходит как уже говорил Пан Андреевич поражение сосудов мелких сосудов дерма циркулирующих крови также иммунные комплексы вторая группа это группа папул визикулярных высыпаний которые характеризуются как правило всегда острыми клиническими симптомами обычно эти высыпания покрывают все тело ярким примером такой сыпи может быть могут быть крещи при ветрянке при коронавирусе это больше похоже на патницу которая возникает на фоне высокой температуры многодневным потоотделением у этих пациентов повышенное потоотделение характеризуется проявлением на фоне высокой температуры и папула визикулезных высыпаний третья группа это лишай розовый лишай и папуло сквамозные сыпи это кожное воспалительное заболевание при котором появляются красные или розовые бряшки с папулами и чешуйками к этой группе относится также псориаз как мы знаем на фоне коронавирусной инфекции псориаз имеет определенное течение и уже мы знаем что достаточно много клинических проявлений таких сложных случаев псориаза именно на фоне коронавирусной инфекции также подобные проявления проявляются и имеют инфекционно-аллергическое происхождение которое ассоциируется с диагнозом корид ну и особенность розового лишая при коронавирусе это отсутствие материнской бряшки который обычно бывает тот самый крупный элемент вокруг которого располагаются остальные элементы здесь на слайде представлен пациент с ариатическими бряшками четвертая группа это кореподобная сыпь подобная сыпь проявляется через несколько дней после лихорадки начинается с головы и распространяется вниз по телу это также одно из проявлений таких серьезных связанных с коронавирусной инфекцией пятая группа токсидермия ну как известно токсидермия это токсикодермические токсикоэргические реакции которые являются наиболее серьезными наиболее так сказать крупными токсическим поражением кожи и здесь тоже это вопрос связан с коронавирусной инфекцией например появляется при непереносимости тех или иных токсичных препаратов которые зачастую используются при лечении коронавирусной инфекции у нас возникает уже так сказать аллергическая реакция токсикоэргическая реакция реакция кожи и пятая группа это шестая группа прошу прощения это крапивница которая может быть предвестником коронавируса и этот патоген может сказываться также на репродуктивном здоровье как это показали итальянские ученые в их работах указано что данные проявления могут быть связаны с нарушением именно репродуктивных функций седьмая группа это трофические изменения лица как правило они возникают у пациента при длительном контакте с кроватью когда они лежат на животе и занимают вынужденное положение связанное с сложностью дыхания или когда пациент находится на аппарате ИВЛ в любом случае все эти группы в первую очередь связаны с нарушением микроциркуляции с сосудистыми проблемами с трофическими расстройствами и тромбоэмболическими и трофическими трофическими поражениями поэтому на самом деле очень яркая и серьезная ситуация которая заставляет драматологов работать очень активно в этом направлении и я думаю что это дальше будет исследоваться изучаться с учетом сегодняшних реалий сегодня драматологические проблемы можно разделить условно разделить на 4 группы которые драматологические проблемы при коронавирусной инфекции первое это кожные проявления коронавирусной инфекции второе это хронические дерматозы которые обостряются на фоне ковида как мы уже говорили такие как псориаз и другие герпес и прочие вещи третье это группа заболеваний связанных с применением средств индивидуальной защиты четвертая группа это хронические дерматозы обостряющиеся при применении средств индивидуальной защита. Все новые термины, все новые подходы сегодня для нас, для драматологов, это является новым вызовом, новым вопросом, которым надо серьезно заниматься. Сегодня все методы терапии направлены на лечение неосложненных форм коронавирусной инфекции, в первую очередь бронхолегочных заболеваний. И все лечебно-профилактические мероприятия на сегодняшний день включают применение ДЭС-средств, средства индивидуальной защиты кожи и слизистых. Мы все знаем, все применяем эти средства. И тем не менее, вот эти средства предотвращают во многих случаях заражение пациента. Надо понимать, что они при этом воздействуют на кожу. И вот этот момент здесь тоже очень важен. И на следующем слайде я покажу уже некоторые проявления в виде экземы, в данном случае дисгидротической экземы. Как мы видим здесь, мацерация, эрозия, контактный дерматит. Длительное использование перчаток приводит к гипергидрации эпидермиса и прочие вещи. Поэтому возникает сухость кожи, трек, производится растрескивание, изменение PH кожи. И размечается случай обострения заболевания уже у хронических пациентов. Поэтому, как известно, работники здравоохранения моют руки 10 раз в день. Но защитные кремы мало применяют. И мы все должны понимать, что сегодня это важно. Применение защитных средств для рук тем врачам, тем медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией и которые, так сказать, пользуются средствами в большом объеме, которым по роду службы и деятельности нужно этим заниматься в плане профилактики каких-то кожных осложнений. Ну вот следующая ситуация, это такая, как атопический дерматит, низкая влажность, частота мытья рук, влажная работа, использование перчаток. Вложительность работы является важным фактором и риском и обострение дерматита верхней конечности. Кожные осложнения при инфекции COVID-19 в основном связаны с гипергидроцитным эффектом, который связан с применением с трением, разрушением эпидермального барьера и контактными реакциями, которые могут усугубить существующие заболевания кожи. Какие же элементы, это эритема, папула, мацерация, шелушение являются наиболее частыми встречающимися изменениями кожи из-за длительного ношения сил. При симптомах появляются жжение и зуд. Наиболее часто поражаемых участками кожи были спинка носа, 83 процента использования защитными очками в первую очередь. Хотя мы думали, что наоборот, но в первую очередь оказывается у медиков это в первую очередь защитные очки. Следующее это щеки поражения, лоб и руки. Все это достаточно серьезные вещи и мы понимаем, что длительный контакт с масками и очками может вызвать реальные кожные заболевания. Начиная от контактного дерматита и крапивницы или обострением ранее существующих заболеваний кожи. Не говоря уже о том, что медики подвержены аллергическим заболеваниям из-за того, что частный контакт с лекарственными препаратами, с Д-средствами, с химическими средствами, а тут еще все это дело усилилось и активировалось. В ряде исследователей отмечалось, что более 1,3 работников здравоохранения жаловались на углевые высыпания, зуд в области лица и даже на контактный дерматит отношения маски. Использование защитных масок может вызвать зуд и фолликулит или обострить сибарийный дерматит. Длительное использование защитных перчаток приводит к оклюзии и гиберпедрации эпидермиса, которая клинически наблюдается в виде мацерации и эрозии, что может привести к развитию дерматита и экзема. Учитывая контактный путь инфицирования инфекции, важно повысить барьерную функцию кожи за счет улучшения состояния кожной микрофлоры, окружающей среды, ПАЖ, состояние липидов и снижение степени повреждения от инфекции. Поэтому сегодня крайне важно создание новых технологий, препаратов и так далее, защитных кожных покровов и слизистых оболочек как медперсонала, так и пациентов, а также людей, которые применяют эти средства защиты. Мы не знаем, какая ситуация нас ждет в дальнейшем в плане распространения всех видов коронавирусной и другой инфекции. Сегодня понятно, что вирус может поражать не только легкие, но и внутренние органы, а также органы чувств. И мы наблюдаем за кожными реакциями у пациентов. Эти реакции включают сыпь, напоминающую лихорадку венки, сыпь, похожую на крапивницу, сетчатая левида, сыпь, похожую на кори и ознобление на конечностях, также известное, как ковид, пальцы на ногах, оно похоже на отморожение, псевдоотморожение. Ковид пальцы ног впервые отмечено в марте итальянскими учеными. Чаще встречаются у детей и молодых взрослых пациентов, их организуются синими и труппурными поражениями, появляющимися на пальцах ног. Интересно отметить, что пациенты с этими кожными заболеваниями, по-видимому, не проявляют каких-либо других типичных симптомов, связанных с вирусом, включая одышку, кашель, лихорадку, а также имеют тенденцию давать отрицательный результат, на ранней стадии. Иногда это может быть первым признаком ковида при отсутствии других симптомов. Это тоже очень важно знать сегодня клиницистам, что проявление кожной может быть вообще просто первый признак ковида. Диагностировать здесь важно очень, возможно, именно только при помощи иммуноферментного анализа, ПЦР-мазкак, но и клинических проявлений. В первую очередь люди все-таки обращаются в эту ситуацию. С драматологами надо быть особо нам бдительными в этой ситуации. Поражение кожи на пальцах ног исчезает через 7-10 дней. Ковидные пальцы на ногах могут быть результатом воспалительной реакции или нарушения свертывания крови. Похоже, кожные поражения наблюдались у пациенток с тяжелыми случаями гриппа или пневмонии. Поэтому неудивительно, что эти симптомы возникают при ковиде. Самым важным является распознавание этих высыпаний, являющихся своевременно их диагностировать. И лечение всех этих кожных высыпаний на данном этапе – это лечение основных проявлений ковида. На данных слайдах я посмотрел из того, что есть сегодня. Это слайды как российских ученых, так и итальянских, испанских. Драматологов, которые уже клинический опыт, которые приобрели. То есть вот это пациенты с ковидом, с псевдо-отморожением, которые мы говорили. Такой симптом, который называется, связанный с похолоданием конечности. Синдром, связанный с нарушением трофики, гиперемии, трофическими серьезными расстройствами гемодинамики. И так далее. То есть это достаточно, как мы видим, серьезные случаи, подтвержденные. При также визукулярной сыпи, которая возникает при коронавирусной инфекции. Уртикарная сыпь, то есть по типу крапивницы, подтвержденные в случае тоже. Мукулезная сыпь, похожая на розовый рюшар по клиническим проявлениям. Следующая – это перифлюкулярная сыпь. На данном слайде также видим мы с полиморфной ритемой. Практически по типу ритродермии даже. Почти тотальное поражение кожных попровок. Такая частичная ритродермия. Все визукулярные из кожи со стойкой ритемой проявления. Следующая – двусторонняя подмышечная курпурная сыпь. То есть видим достаточно активные, серьезные, весьма агрессивные поражения кожи. Но вот я думаю, что такие основные моменты сегодня удалось мне осветить. Спасибо за внимание. Какие-то вопросы, если есть, с удовольствием отвечу. Интересное и необычное, и абсолютно необычно то, что это бывает изолировано без поражения кожи, я имею в виду, без всяких других проявлений ковидной инфекции. Это примерно то же самое, как говорили при изолированной потере запаха. При этом определяется антитела или, я не знаю, ПЦР, что-то такое. А больше никаких проявлений болезни нет. Так и здесь. Такой воскулит кожный есть, а других проявлений болезни нет. Да, именно так. Сегодня, при том, что дерматология достаточно консервативная наука, сегодня много, так сказать, будет зависеть дальнейших от исследований в этом направлении, потому что многого еще мы не знаем. Много предстоит узнать об этой проблеме и действительно о кожных проявлениях ковида, которые однозначно есть. Вот сегодня, так сказать, даже не выходя, позвонила пациентка с острой герпетической инфекцией. Вот. И она, так сказать, там убеждает, что, конечно, ничего нет. Она уверена, что это просто герпес. Но очень ярко выражена, она фотографию прислала, ярко выражена, на животе опоясывающего, так сказать, такой. При том, что у нее до этого никогда не было герпетической инфекции. Чем может вызвано? Ну, в первую очередь, конечно, нарушение унитета. Но здесь мы не знаем, все-таки сопровождается коронавирусная инфекция или нет. Но, тем не менее, это тоже будем наблюдать в дальнейшем в нашей работе общества. Я вот думаю, что, может быть, подключить вас к рекомендациям нашим по ДВС-синдрому при респираторных инфекциях. Потому что я там через запятую написал, что есть поражения кожные. Но, видите, их так много и так ей разнообразно, что эту тему надо развивать. И, может быть, это имеет смысл сделать вот в виде этих рекомендаций в последующем, как вы на это смотрите? Очень положительно я смотрю на это, потому что мы сегодня, мне кажется, в России, пока мы не много исследуем вообще на эту тему. И, большей частью, мы смотрим все-таки на опыт зарубежных специалистов, Италия, Испания, Америка. Вот здесь как бы у них больше исследований литературы по данному вопросу. А нам бы хотелось все-таки, наверное, ну, хотя мы классификацию сделали российскую, это тоже важно. Но, тем не менее, надо еще как-то много здесь работать. Именно по клиническим проявлениям здесь какой-то нет систематики. Вы совершенно пока не понятны алгоритмы, как-то к драматологии немножко в сторону в этом плане отодвинули. Оказывается, что она действительно, как вы правильно заметили, играет очень серьезную и существенную роль в развитии. Значит, спрашивают, местная терапия кожных проявлений. И второй вопрос, что лучше применять для лечения выраженного кожного зуда у пациентов с коронавирусной инфекцией. Значит, в первую очередь, что касается лечения, местная терапия. Местная терапия – это, в первую очередь, кортикостероидные препараты. Сейчас мы знаем много комбинированных препаратов, кортикостероидов с антибиотиками. Это дезинфекционная терапия, имеется в виду системное применение капельниц. Если это кожное поражение значительное, то это капельниц по типу реамберина, физраствора, в сочетании с антибактериальной терапией при необходимости реакции температурных и ярко выраженных воспалительных реакций. Это, естественно, витаминотерапия, препараты А, Е, В, можно комбинированные препараты, группы В, достаточно хорошо работают. Что касается местных, я повторю еще раз, да, это всевозможные антибактериальные мази, комбинации антибактериальных мазей с гормонами. Это препараты, способствующие витаминному питанию кожи по типу, с комплексным сочетанием с витаминами А, Е. Такие препараты тоже мы имеем. Вот если большие поражения, мы все-таки рекомендуем применять лосьоны, кортикостероидные лосьоны, которые достаточно позволяют воздействовать на большую кожную поверхность. И здесь как бы с минимальным эффектом кортикостероидных препаратов, побочным действием. Ну вот, я думаю, что в принципе терапия такая же, как и при обычных дерматозах, просто еще добавляются также всевозможные противовирусные препараты. Здесь, я думаю, будет хорошо еще добавить наши иммуномодуляторы, которые, в общем-то, достаточно неплохо работают. И что касается неплохо применения, как мы говорим, антигистаминной терапии, которая также является важным моментом в лечении данного заболевания. Трофические изменения на лице и обострение сибарейного дерматита на фоне ношения масок и шапочек. Ну, в первую очередь здесь трофические, так сказать, понятно, что это как бы синдром длительного сдавления, да, так сказать, это понятно, что соприкосновение с поверхностью. И здесь, конечно, нарушение геострофики. Я думаю, что процесс это по типу пролежней связан, так сказать, механизм такого же плана. Поэтому, ну, плюс ко всему еще и при ковиде определенные трофические поражения имеются. Тот же самый синдром ДВС, связанный со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому вопросы лечения, они понятны здесь, в первую очередь, конечно, дезагреганты, антикоргулянты. Ну, и, естественно, при местном, как местное лечение, ну, максимально исключить контакт с этим. Поэтому, если это необходимо, то, соответственно, проводить профилактику. Ну, если мы говорим о пролежных, там, мы ставим давление, мы всегда это проводим к камфорным спиртом пациентам, да. То есть здесь тоже можно протирать эти поверхности, соприкасающиеся к камфорным спиртом, только аккуратно, чтобы они не попадали, не попадал в глаза. Вот, то есть местный раздражающий эффект для сцелью улучшения питания сосудов в данном месте. Вот, поэтому... А второй вопрос был связанный с... Тиборейный дерматик, приношение масок и шапочек. Ну, с тиборейный дерматит, мы знаем, мы с этим уже давно сталкиваемся, даже знаем всегда, что это болезнь, которая часто бывает у хирургов, потому что больше всего шапочки, значит, они и облысения также у них возникают, потому что нет питания, да, так сказать, волосистой части головы кислородом, да, и создается, так сказать, пространство безвоздушное или маловоздушное, при котором возникают различные, соответственно, уже нарушения и сального, и потовые, так сказать, железы, и нарушается микроциркуляция кожи, поэтому, естественно, ношение масок постоянно, ну, или шапочек постоянно вызывает развитие данных заболеваний. Ну, тут профилактика такая, это максимально, так сказать, возможно, при том времени, когда вы не работаете с пациентом, находиться на свежем воздухе, на солнце, и, ну, соблюдать питание тоже важно, потому что важный момент в развитии сибореи, особенно волосистой, является питание, то есть здесь диета играет роль, это прием пробиотиков, которые тоже необходимы в этот период, ну, и, соответственно, стараться местную терапию какую-то проводить для волосистой части головы, ну, здесь неизбежно, никуда не денешься от этого, это, в общем-то, необходимо. Вернее, еще вопрос про кожный зуд. Да. Кожный зуд при коронавирусной инфекции. Да. Я, честно говоря, не очень знаю, не встречаю. Я просто хочу понять, лечение кожного зуда или что, про его иене. Кто лучше применить для лечения выраженного кожного зуда у пациентов с коронавирусной инфекцией? Ну, в принципе, это, конечно, в первую очередь препараты кортикостерольные, комбинированные, как мы говорили уже ранее, вот, это препараты, успокаивающие кожу, всевозможные лосьоны, мази, маски, которые достаточно эффективно обладают воздействием. При том, что если зуд нестерпимый, человек расчесывает уже, то надо, естественно, эти места заклеивать, при том, что соблюдать, естественно, недолго, там, на несколько часов заклеивать, вот. Потом применение, если уже, так сказать, есть какие-то расчесы, это антибактериальных мазей и гормональных мазей, антисептиков при мочке, возможно, делать. И, ну, если это уже, как бы, такое, действительно, так сказать, там есть препараты по типу аторакса, которые уже, так сказать, необходимы, если уже такой сильный зуд, и он уже, так сказать, требует таких психотических препаратов, если сказать так, немножко, да, то есть, ну, естественно, антигистаминные препараты здесь прекрасно работают, препараты кальция великолепно работают здесь, да. Я думаю, что вот таким образом мы справимся с кожным зудом. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо, Паран Андреевич. Спасибо за внимание. Вам спасибо за доклад. И у нас остался последний доклад, который как-то перекликается с тем, что было только что сказано про питание. Это доклад Елены Владимировны Гелованы «Возможности использования пробиотиков в восстановлении эубиоза после антибиотикотерапии». Ну, поскольку всех травят у нас сейчас антибиотиками ковидных больных, хотя это, на мой взгляд, совершенно, так сказать, не имеет отношения к вирусу, ну, что есть, то есть. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Павел Андреевич, уважаемые коллеги, действительно, тема моя продолжает предыдущую тему, да. Мы продолжаем рассматривать поражение различных органов и систем у больных с новой коронавирусной инфекцией. И вот сейчас мне хочется сказать о нарушении кишечной микрофлоры и, соответственно, поражении желудочно-кишечного тракта. Актуально ли это? Сейчас, минуточку. Сейчас один момент. Значит, актуально ли это? Вот, посмотрите, уже имеется достаточно большое количество публикаций, ну, в основном китайских. Есть еще и уже наш российский обзор по следам этих китайских публикаций, которые говорят, что да, действительно, имеется проблема поражения желудочно-кишечного тракта и нарушения микрофлоры у пациентов с COVID-19. Известно, что коронавирус новый проникает в организм через рецепторы ангиотензин, превращающие его фермента 2. Причем высокая экспрессия этих рецепторов отмечается не только во втором типе альвеолярных клеток легких, но и в железистых эпителиальных клетках желудочно-кишечного тракта, в частности, желудка, 12-перстной кишки, прямой кишки, что, конечно, может приводить к возникновению желудочно-кишечных симптомов, поскольку, вероятно, развивается катаральный энтероколит вследствие повреждения соответствующих клеток. Из публикации, которые уже имеются, мы можем сделать вывод о частоте гастроэнтерологических жалоб у больных с COVID-19. Вот по исследованиям показано, что наиболее частыми гастроэнтерологическими симптомами являются анорексия, диарея, рвота и боль в животе. В частности, в одном из исследований, где участвовало 204 пациента, были проанализированы результаты их состояния, у них анорексия выявлялась в 83% случаев, в диарее почти в 30% случаев. При этом более чем у половины пациентов в КАЛе обнаруживалась РНК COVID-19. При этом авторы отметили, что больные с гастроэнтерологической симптоматикой требовали более длительных сроков наблюдения именно в стационаре – 9 дней. По сравнению с больными, у которых не было гастроэнтерологических симптомов, их в среднем наблюдали около 7 дней. Еще в одном исследовании проанализирована частота гастроэнтерологических жалоб и те изменения, которые были выявлены при эндоскопическом обследовании. Вот посмотрите, в этом исследовании наиболее частой жалобой была диарея, затем следовала анорексия и тошнота. При этом было обращено внимание, что диарея чаще всего развивалась уже во время госпитализации и потенциально могла быть обусловлена применением антибиотиков. При этом отмечено, что более чем в половине случаев у больных с гастроэнтерологическими симптомами выявлялась РНК в калии без гастроэнтерологических симптомов 39%, у пациентов с симптомами 52% случаев. А далее шести больным с желудочно-кишечными симптомами было проведено эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта и что было получено. У двух тяжелых больных РНК вируса обнаруживалось в слизистой оболочке пищевода, желудка, 12-перстной кишки. У четырех больных с нетяжелыми формами только в дуоденальной слизистой и у одного тяжелого больного даже было выявлено кровотечение из эрозии и яз пищевода. Авторы этого исследования сделали в частности и вывод о том, что фекально-оральный путь передачи потенциально может играть роль при коронавирусной инфекции. Также имеются работы, которые говорят о том, что когда у больного COVID имеется поражение желудочно-кишечного тракта, то это утяжеляет течение коронавирусной инфекции. В частности, в одном из исследований у 74 больных COVID-19 с гастроэнтерологическими жалобами тяжелые и критические формы встречались достоверно чаще, чем у пациентов без гастроэнтерологических жалоб. 22% в сравнении с 8% и 31% в сравнении с 20%. И кроме этого было отмечено, что у больных COVID-19 с гастроэнтерологическими жалобами достоверно чаще встречается лихорадка боли 38,5, общая слабость, одышка и головная боль. Таким образом, в настоящее время на основании имеющихся исследований и публикаций обсуждаются следующие возможные пути поражения желудочно-кишечного тракта вирусом COVID-19. Это рецептор опосредованное проникновение в клетки организма, это индукция воспаления и изменение проницаемости слизистых, а также возможное влияние на состав микробиоты кишечника и не просто нарушение этой микробиоты, а еще и нарушение взаимодействия оси кишколегкие. И таким образом, возможно, вирус дополнительно способствует прогрессированию респираторных симптомов. И вот здесь, в нашем отечественном обзоре, было сделано некое такое промежуточное заключение, что в этом случае было бы неплохо с целью укрепления иммунной системы слизистых оболочек пищеварительного и респираторного тракта, назначение лекарственных средств, которые восстанавливают их защитный барьер и в том числе и снижают вероятность инфицирования новым коронавирусом. Но это, вероятно, те же пробиотические препараты, о которых говорилось и в предыдущем докладе, о которых буду говорить и я. А теперь давайте посмотрим, чем лечат больных с COVID-19. Вот мы обращаемся на сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это временные методические рекомендации по лечению данной патологии, обновленная от 3 июня версия. Что же здесь предлагается? Ну вот, этиутропная патогенетическая симптоматическая жаропонижающая терапия расписана. Причем я хочу обратить ваше внимание, что уже даже в разделе этиутропное лечение имеется рекомендация добавить гидроксихлорохину азитромицин. И описывается источник, в котором показано, что азитромицин в этой ситуации может усилить действие противовирусное гидроксихлорохина. Далее, имеется раздел, в котором рекомендуется определенная схема лечения в зависимости от тяжести заболевания. И я взяла только вот легкие и средне-тяжелые. И посмотрите, даже в средне-тяжелых формах имеется целых 4 схемы, где опять-таки присутствует макролит, азитромицин, ну, вместе с противовирусными препаратами. То есть пациенты действительно, как и сказал сейчас Павел Андреевич, получают антибиотики на даже не тяжелых стадиях, да, при не тяжелом течении заболевания. Посмотрите, средне-тяжелые формы – это формы, при которых пациенты, собственно, остаются дома и получают лечение амбулаторно. Ну и отдельно имеется глава в этих методических рекомендациях по антибактериальной терапии пациентов с COVID-19. Она назначается при наличии убедительных признаков при соединении бактериальной инфекции, что, конечно же, достаточно часто происходит, особенно у пожилых больных со снижением иммунитета. И здесь, как вы видите, представлено большое количество самых современных антибактериальных препаратов, которые только есть в нашем арсенале. Ну и, соответственно, у наших больных с COVID-19 имеется такое двустороннее поражение желудочно-кишечного тракта и кишечной микрофлоры. С одной стороны, в связи непосредственного внедрения вируса, и это показано вот в этих китайских публикациях. С другой стороны, на фоне антибиотикотерапии, конечно же, имеется нарушение кишечной микрофлоры. И вот нарушение кишечной микрофлоры на фоне антибиотиков – это главная причина развития антибиотикосцерной диареи, и в основе лежит дисбаланс кишечной флоры. Но здесь сценарий может идти двумя путями. Если дисбаланс кишечной флоры сопровождается только нарушением метаболических функций флоры, то есть не очень количественно и качественно пострадал микробиоциноз, то снижается углеводная ферментация, снижается выработка коротко-цепочечных жирных кислот, снижается всасывание воды, электролитов в толстой кишке, дополнительно астматически выделяется вода и развивается диарея. А вот если очень серьезные имеются изменения со стороны облигатной микрофлоры, и тогда нарушаются ее барьерные свойства, тогда создаются условия для хорошего размножения условно-патогенной микрофлоры, в частности, кластридиум дефицилии, и тогда здесь уже развивается инфекционная антибиотикосцерная диарея, токсикогенная или инвазивная, и здесь может развиться не просто диарея, а уже диарея, сопровождающаяся колитом, иногда очень серьезно. Итак, микробиота желудочно-кишечного тракта человека, мы с вами все хорошо знаем, что она заселена сверху, что называется, с ротовой полости до анального канала, и в среднем считается, что вообще наша микрофлора составляет где-то 3-4 килограмма от веса человека, отличается, конечно, в зависимости от уровня желудочно-кишечного тракта, какие виды живут именно на этом уровне и в каком количестве. И ближе к толстой кишке самое большое количество микроорганизмов, там уже их концентрация составляет 10 в 10 и 12 колонии образующих единиц на грамм содержимого. И необходимо сказать, что микрофлора кишечника выполняет огромное количество разнообразных функций, которые обеспечивают нормальное состояние желудочно-кишечного тракта и не только желудочно-кишечного тракта. Мы знаем, что волокна водорастворимые, которые попадают в желудочно-кишечный тракт, с помощью микробиоты ферментируются, вследствие чего появляется большое количество короткоцепочечных жирных кислот, из которых наиболее хорошо изучена уксусная, масляная и пропионовая. И вот эти короткоцепочечные жирные кислоты оказывают огромное влияние на состояние всех органов и систем. В частности, они являются энергетическим субстратом для мышц, почек, сердца, мозга, клеток, толстой кишки и даже регулируют липидные процессы, липидный обмен, липидный обмен в печени и так далее. Если посмотреть на эффекты короткоцепочных жирных кислот, то их можно разделить на локальные и системные, они представлены на данном слайде. Огромное количество эффектов, которые необходимы для нормального функционирования организма. Это, конечно, обеспечение клеток энергией, это обеспечение иммунитета, и местного, и системного, это и регуляция транзита химуса и перистальтика кишечника, это регуляция всасывания воды, электролитов и так далее. И, конечно, поддержание еще нормального и гормонального обмена в ряде случаев. В исследованиях показано, что антибиотика с цирной диареей и кишечная гиспепсия развивается примерно у третьих пациентов, которые принимают антибиотики. И согласно определению Всемирной организации здравоохранения, под антибиотикой с цирной диареей мы должны понимать наличие трех или более эпизодов неоформленного стула в течение двух или более последовательных дней, которые развиваются сразу на фоне антибактериальных препаратов, либо в сроке примерно два месяца после приема. Наиболее тяжелым вариантом является псевдомемронозный колит. Причиной его является инфекция кластридиум дефицилия. Это порядка 15-20%. Но, к счастью, большинство случаев антибиотика с цирной диареи это так называемая идиопатическая форма, то есть неинфекционная. Еще ее называют простой антибиотикой с цирной диареи. Конечно, не у каждого пациента развивается антибиотикой с цирной диареи. Хорошо изучены факторы риска. Они представлены на данном слайде. Здесь много факторов. И факторы, которые связаны с самим антибиотиком, какой это именно антибиотик, и факторы, связанные с режимами лечения, то есть длительные курсы, повторные, комбинация антибиотиков, все это факторы риска, и факторы, связанные с пациентом. Это возраст, это хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, это тяжелые сопутствующие заболевания, иммунологическая недостаточность, длительная госпитализация, что уж тут говорить, для больных с COVID-19, если тяжелое течение, то они не просто длительно находятся, да, в стационаре, они еще длительно находятся в реанимации, на кислородной поддержке или на ЭВЛ. Конечно, это все, естественно, факторы риска для развития антибиотикой с цирной диареи. Итак, антибиотикой с цирной диареи может быть инфекционной, чаще всего клостридиум-дефицилия, неинфекционной, когда сам антибиотик действует непосредственно на клетке кишечника, и метаболические нарушения вследствие изменения состава микрофлоры. Клостридиум-дефицилия ассоциированная диарея представляет из себя инфекционное заболевание, возбудителем является неинвазивный грамм-положительный спорообразующий микроорганизм, который продуцирует два белковых токсина, токсин А и токсин Б, которые, собственно, обуславливают развитие повреждений, клиническую картину. Возможные варианты заболевания от бессимптомного носительства и легких форм до грозного осложнения, часто фатального псевдомембранозного колита. Вот таким образом выглядит псевдомембранозный колит при эндоскопическом исследовании и, соответственно, при морфологическом и пато-морфологическом исследовании. Картина, конечно, достаточно тяжелая. Какие же критерии диагностики клостридиум-дефицилии антибиотико-сцерной диареи? Ну, в клинике это, конечно, жидкий стул, причем часто с примесью крови, может быть абдоминальная боль, а может не быть абдоминальной боли, может быть лихорадка, может ее не быть. Но вот эта вот клиническая картина должна сочетаться с маркерами клостридиум-дефицилий в биологических средах или ее токсинах. В кале, например, также наличие эндоскопических или гистопатологических признаков псевдомембранозного колита. И, конечно, должен быть анамнез приема антимикробных препаратов буквально в ближайшем анамнезе. Диагностируется клостридиум-дефицилий антибиотико-сцерной диареи с помощью лабораторных методов и инструментальных. Имеются специальные методы. Это тест цитотоксичности на культуре клеток, иммуноферментные методы, глутомат-дегидрогеназный тест, ПЦР-диагностика и, конечно, колоноскопия с биопсией и гистологическим исследованием. Но очень хорошо, что очень часто все-таки антибиотико-сцерная диарея – это простая, то есть без инфекционного агента диарея. Она протекает без признаков системного воспаления. В основе ее лежит гибель представителей нормальной микрофлоры и нарушение целостности слизистой оболочки толстой кишки, которые вызваны действием антибиотиков. Клиническая картина складывается из диареи без крови или слизи, то есть без каких-либо патологических примесей, абдоминальный дискомфорт или абдоминальный болевой синдром и выраженный метеоризм. Если мы с вами посмотрим на сравнительную характеристику идиопатической и кластридиум-дефицилия, обусловленной антибиотико-сцерной диареи, то мы увидим, что лечение, в общем-то, различается. У них есть отличия и по методам обследования, и, соответственно, по клинической картине. Все это хорошо изучено по осложнениям. Но вот если говорить о кластридиум-дефицилии, ассоциированной антибиотико-сцерной диареи, то здесь необходимо применять специализированные специфические антибиотики, которые воздействуют на кластридиум-дефицилии, ванкомицин-лебометранидазол, а при идиопатической антибиотико-сцерной диареи здесь первым делом необходимо отменить препарат и применить пробиотики. Но я хочу обратить ваше внимание, что и при диарее, связанной с инфекцией кластридиум-дефицилия, тоже применяются пробиотики, поскольку все-таки в основе лежит нарушение кишечной микрофлоры. Вот перед вами результаты Кахрейновского мета-анализа и обзора 2010-2011 год, в котором изучали эффективность пробиотиков в лечении различных видов диареи, острой, хронической у детей и взрослых, и показано, что действительно применение пробиотиков значительно ускоряет выздоровление и у детей, и у взрослых. Ну а в 2017 году опубликованы рекомендации Всемирной гастроэнтерологической организации, по применению про- и пребиотиков, в частности, в гастроэнтерологии, и здесь рекомендуется для профилактики антибиотикосцерной диареи назначать пробиотическую терапию. Причем и для профилактики антибиотикосцерной диареи идиопатической, и для профилактики диареи, вызванной кластридиум-дефицилия. Приводится в качестве источника результаты мета-анализа 2016 года, причем отмечается, что нужно назначать пробиотики как можно раньше, поскольку наилучший эффект от их применения, когда они начинают применяться в первые 72 часа, да, то есть в первые трое суток от начала антибиотикотерапии. И вот они, эти глобальные практические рекомендации 2017 года, и вы видите показания для применения пробиотиков, пребиотиков и синбиотиков в гастроэнтерологии у взрослых. И здесь с уровнем доказательности 1 и 2, то есть очень высоким уровнем доказательности, приводятся показания для профилактики антибиотикосцерной диареи, профилактики диареи, вызванной кластридиум-дефицилий, и профилактика внутрибольничной диареи, которая, собственно говоря, тоже является чаще всего антибиотико-ассоциированной. Но прежде чем выбирать пробиотический препарат, необходимо ознакомиться с требованиями. Все-таки мы не можем брать первый попавшийся препарат. Мы должны знать, что Всемирная организация здравоохранения сформулировала требования к современным пробиотикам. Это в соответствии штаммового состава пробиотического лекарственного средства задачам восстановления нормальной структуры доминирования видов в кишечнике, то есть обязательно наличие бифида и лактобактерий. Они должны оставаться жизнеспособными при прохождении через желудочно-кишечный тракт, должны быть устойчивы к действию желчных кислот, соляной кислоты, панкреатическим ферментам. Причем если ин витро была выявлена вот такая устойчивость, то эти штаммы могут и не нуждаться в защите кислотоустойчивой оболочкой. Далее, эти штаммы должны иметь высокую способность к адгезии, к капителю слизистой оболочки кишечника, возможность колонизации кишечника, должны синтезировать антимикробные вещества, которые активны против патогенных микроорганизмов, то есть у них должна быть и клинически доказанная польза для здоровья. Штаммы должны быть безопасны, и они должны быть зарегистрированы в международном депозитарии штаммов. И очень важное требование – это, соответственно, количество, не менее миллиарда 10 девятой степени бактериальных клеток в капсуле или в таблетке на момент продажи. Вот такие довольно много требований к современным пробиотикам. И сегодня я хочу обратить ваше внимание на синбиотик флориоза. Что такое синбиотики? Это сочетание пребиотика, то есть живых штаммов, и пробиотика, вернее, живых штаммов, и пребиотика, то есть питательной среды, которая необходима для того, чтобы стимулировать рост собственной микрофлоры кишечника. И в этом синбиотике флориоза таким пребиотиком является инулин. Итак, синбиотик флориоза. Он содержит по 1 миллиарду колоний образующих единиц штаммов живых бактерий. Бифидобактериум лактис-04, лактобацилус ацидофилус-14 и лактобацилус ромнозус-32. Эффективность и безопасность этих штаммов изучена, доказана. У них высокая способность к адгезии, капителию кишечника. Количество соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения. Они зарегистрированы в Европейском агентстве по безопасности продуктов питания. Штаммы являются не только кислотой и желчей и пепсиноустойчивыми. И это показано инвитро, я покажу чуть позже. Поэтому по рекомендации изготовителя, они не нуждаются в специальной защите кишечной растворимой оболочкой. Кроме этого, симбиотик флориоза содержит витамины группы В. Мы знаем, что одна из функций нормальной кишечной микрофлоры – это участие в синтезе витаминов группы В, в их усвоении. И практически всегда при нарушении микрофлоры возникает дефицит витаминов этой группы. Ну и более того, флориоза изготовлена согласно стандартам качественной клинической практики и европейской фармакопеи в Италии. Очень удобная форма выпуска, выпускается в Саше. И поскольку эти штаммы показали свою устойчивость к желчным кислотам, соляной кислоте и пепсино, рекомендуется прямо вот эти гранулы, которые содержатся в Саше, полностью рассасывать, до полного рассасывания полости рта. И можно принимать больным с непереносимостью лактозы. Давайте немножко чуть подробнее посмотрим, что же это за штаммы и какие у них положительные эффекты. Я довольно коротко не буду сильно на этом останавливаться. Бифидобактериум лактез. Много эффектов, но основные – это стимуляция иммунитета, снижение выраженности воспаления. Это было показано на больных с различными заболеваниями. И, конечно, нормализация кишечной микрофлоры. Далее. Бифидобактериум лактез-04 стимулирует микробиоту кишечника во время и после терапии в сравнении с плацебо. И мы видим, что пробиотическая смесь, которая содержала этот штамм, и сразу после применения, и через 4 дня, и через 13 дней после применения антибиотиков, сохраняет баланс фекальной микрофлоры на исходном уровне. И это достоверное отличие от той группы, которая принимала плацебо. Следующий штамм – лактобацилус ацидофилус. Для этого штамма доказаны противовоспалительные действия на пищеварительный тракт, а также иммуностимулирующий и антиканцерогенный эффект. И, кроме того, показано положительное действие на различные обмены веществ. В частности, имеется положительное действие на обмен глюкозы, липидный обмен, аксалатный обмен, а также доказана противомикробная и противогрибковая активность данного штамма. И, наконец, третий штамм – лактобацилус ромнозус. Тут очень много эффектов. Я хочу остановиться на противовоспалительном эффекте, который был доказан в экспериментальном исследовании, где мышам внутри брюшина вводили дендритные клетки, обработанные бактериями лактобацилус ромнозус, а у мышей этих был экспериментально вызванный химически индуцированный калит. И вот после того, как им ввели лактобацилус ромнозус, было отмечено значительное улучшение клинических параметров и значительное уменьшение макроскопических проявлений воспаления. Вот посмотрите, какое огромное количество публикаций по поводу положительных эффектов лактобацилус ромнозус. И во всех этих исследованиях были показаны ее положительные свойства, этого штамма. Также хочу обратить ваше внимание, поскольку ведь рекомендуется как можно раньше назначать прием пробиотиков, то штаммы эти должны быть все-таки устойчивы к антимикробным препаратам, иначе они разрушатся. И посмотрите, вот эти штаммы, которые входят в состав пробиотического комплекса, они большинству антимикробных препаратов устойчивы. Это вот синенькие или голубые ячейки. Во всех этих случаях данные штаммы устойчивы к антибактериальным препаратам. Наконец, хочу показать вам доказательства того, что штаммы, входящие в состав, соответственно, данного синбиотика, они резистентны к кислоте, желчи, пепсину и панкреатину. Посмотрите, эти штаммы показали резистентность на отлично, на отлично и очень хорошо, то есть 3-4 креста. 90% выживаемость в соляной кислоте, 90% выживаемость в среде, которая содержит желчные кислоты, 60% выживаемость в среде, которая содержит пепсин и панкреатин. На основании этого и сделано заключение, что данные штаммы не нуждаются в защитной оболочке. Кроме этого, данные штаммы показали очень высокую адгезивную активность, у них очень высокое сцепление с клетками кишечника человека, инвитро. Ну и инулин, пребиотический компонент, который входит в состав флориозы, мы все его очень хорошо знаем. Это, соответственно, полисахарид, который никаким образом не разрушается в нашем желудочно-кишечном тракте, но ферментируется облигатной микрофлорой. Вследствие этого инулин способствует росту бифидо- и лактобактерий, способствует увеличению, соответственно, выработки функциональных метаболитов короткоцепочных жирных кислот и участвует вследствие наличия большого количества короткоцепочных жирных кислот во всех биохимических процессах организма и во всех важных функциях, о которых я уже говорила. Также, если мы будем говорить про пребиотический компонент, то хочу показать вам тезис из уже нашего российского обзора по поводу больных с COVID-19, где затронуты вопросы питания больных с коронавирусной инфекцией. В частности, для этих больных рекомендуется включение в пищевой рацион не менее полутора стаканов жидкого молока в день или других молочных продуктов, которые эквивалентны ему по содержанию белка, а также увеличение потребления молочных продуктов, которые ферментированы молочнокислыми бактериями или обогащены про- и пребиотиками. То есть, посмотрите, здесь применение синбиотиков как раз в тему, поскольку есть исследования, которые говорят, что умеренное ежедневное потребление пребиотиков и нулинового ряда может оказывать бифидогенное действие у взрослых. Причем вот эта доза 2,5-5 грамм – это, вероятно, нижний предел диапазона терапевтического дозирования, поскольку далее было показано, что возможен умеренный дозозависимый эффект для более высоких доз до 10 грамм в день у взрослых. И даже имеется серия клинических исследований, которые показали, что и до 20 грамм инулина в день также переносится хорошо, нет какого-либо дискомфорта, который препятствовал бы применению данных препаратов. Итак, мы с вами вот только что обговорили эту актуальную тему о том, что у больных с COVID-19, конечно же, имеется нарушение микрофлоры и вследствие воздействия вируса на желудочно-кишечный тракт, и вследствие применения антибактериальной терапии, и вследствие снижения иммунитета в том числе, вследствие влияния других лекарственных препаратов, большого количества факторов риска, которые способствуют возникновению антибиотика с цирной диареей. Поэтому, конечно, применение синбиотика флориоза для того, чтобы поддержать эубиоз или его восстановить, это, конечно, очень актуально. Даже вот красивая рифма такая получилась – флориоза для эубиоза. Да, пробиотики, которые содержатся в этом синбиотике, препятствуют повреждению слизистой оболочки кишечника патогенными микроорганизмами и способствуют нормализации микрофлоры кишечника. Инулин положительно влияет на состав и активность лакта и бифидобактерий, а также способствует синтезу большого количества коротко-цепочечных жирных кислот, которые абсолютно необходимы для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. Ну и витамины группа В, которые способствуют устранению дефицита витаминов этой группы, который возникает при нарушениях микрофлоры. Ну и еще раз хочу обратить ваше внимание, что это современный препарат, произведенный в Италии, со всеми соблюдением всех европейских норм, качественной клинической практики. Ну вот на этом у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо. Спасибо. Что-то я пока вопросов не вижу. Тут уже народ начал общаться между собой. Сам себе ответил, да? Сам себе отвечают, да. Да, я видела пре- и пробиотики, чем отличаются, и дальше, так сказать, они ответили друг другу. Ну да, но у нас поскольку общество, то это допустимо. Да, конечно, конечно. Так, друзья, ну если у вас нет вопросов, поблагодарю за это выступление тоже, потому что тема серьезная, тема вообще непонятно, что делать с этими больными. Они все занимаются только ИВЛом. Вот людьми не занимаются. ИВЛ, 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 ИВЛ. Я говорю, что это чисто антибиотические вещи. Чисто антибиотические. Я, кстати говоря, всем своим больным отменяю антибиотики сразу. Я говорю, ребят, забудьте про них. Забудьте. И это уже одно помогает справиться с неприятностями. Конечно. Да. Потому что мы устроили вообще ничего подобного. Я не знаю. Мир не знал, наверное, такой антибиотика. Заход по всем больным без всяких показаний на то. И, конечно, сейчас эту флору восстанавливать будет непросто. Всем. Ну хорошо, друзья. Тогда давайте прощаться. В следующий раз мы встречаемся в конце июля, если я правильно понимаю, да? А еще будет у нас лекция под наше заседание «Обычное общество». Школа терапевтическая, высшая школа терапии. Но в конце июля мы планируем еще раз вернуться к тематике. Наверное, с участием тех же лекторов. Может быть, подойдут какие-то новые данные. Может быть, собственный опыт появится. Потому что тема, нам кажется, что не надо, чтобы ее заболтали, чтобы она утонула. А это вполне вероятно. Потому что я еще раз напоминаю, с гриппом H1N1 так произошло. И мы сейчас кусаем локти, что мы тогда не отследили большое количество вопросов, которые можно было бы сейчас легко решать, имея их изложение на бумаге. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо вам большое. Всего доброго.